Глава одиннадцатая Я так и знал. Придя потом к жилью, я застал Пагало и Асканию, которые там были. И, видя меня весьма расстроенным, они подуждали меня сказать им, что такое со мной. И, увидя бедных юношей испуганными, я им сказал, «Завтра утром я вам дам столько денег, что вы широко сможете вернуться к себе домой. А я поеду по одному важнейшему моему делу без вас, которое я уже давно имел в мыслях сделать». Комната наша была стена об стену рядом с комнатой сказанного секретаря, и, пожалуй, возможно, что он написал кардиналу все то, что я имел в мыслях сделать, хоть я об этом так никогда ничего и не узнал. Ночь прошла без сна. Мне не терпелось, чтобы настал день, дабы последовать решению, которое я принял. Когда рассвело, велев приготовить лошадей и живо собравшись сам, я отдал этим двум юношам все то, что я привез с собой, и, кроме того, пятьдесят золотых дукатов, и столько же оставил себе, кроме того, тот алмаз, который мне подарил герцог, только две рубашки я брал с собой и некую не слишком хорошую верховую одежду, которая была на мне. Я не мог отделаться от обоих юношей, которые хотели ехать со мной во что бы то ни стало. Поэтому я очень их стыдил, говоря им, у одного уже борода растет, а у другого вот-вот начнет расти. И от меня вы научились столькому в этом бедном искусстве, которое мне удалось вам преподать, что вы теперь первые юноши в Италии, и вам не стыдно, что у вас не хватает духу выйти из детских ходулек, в которых вам вечно так и ходить? Это все-таки дело трусливое. А если бы я вас отпустил без денег, что бы вы сказали? А теперь убирайтесь от меня. Да благословит вас Бог тысячу раз прощайте. Я повернул коня и... Я двинулся красивейшей дорогой через лес, чтобы отъехать за этот день на сорок миль по меньшей мере. Вместо самое неведомое, какое бы я мог придумать. И уже я отъехал приблизительно мили на две. И за этот малый путь я решил никогда больше не бывать в таких краях, где бы меня знали, и не хотел больше делать никакой другой работы, как только Христа величиною в три локтя, приближаясь, насколько я могу, к той бесконечной красоте, которая им самим была мне явлена. Решившись таким образом вполне, я ехал ко гробу Господню. Думая, что я настолько отъехал, что никто уже не может меня найти, я в это самое время услышал, что позади меня скачут лошади. И они мне внушили некоторые опасения, потому что в этих краях была некая порода шаек, каковы называются вольницей, которые усердно убивают по дорогам. И хотя каждый день изрядно их вешается, это им как будто все равно. Когда они ко мне подъехали ближе, я увидел, что это королевский посланец, вместе с этим моим юношей Асканио. И, настигнув меня, он сказал, «От имени короля говорю вам, чтобы вы немедленно ехали к нему». Каковому человеку я сказал, «Ты приехал от имени кардинала, поэтому я не желаю ехать». Человек сказал, что раз я не желаю ехать по-хорошему, то он имеет полномочия созвать народ, каковой повезет меня связанным, как узника. Так же и Асканио, как только мог, меня упрашивал, напоминая мне, что когда король сажает кого в тюрьму, то потом он пять лет, по меньшей мере, не решается его выпустить. Это слово о тюрьме, когда я вспомнил ту, что в Риме, навело на меня такой ужас, что я живо повернул коня, куда королевский посланец мне сказал. Каковой, все время бормоча по-французски, не переставал всю дорогу, пока не доставил меня ко двору. То он мне грозил, то говорил одно, то другое. Так что я готов был отречься от мира. Глава двенадцатая Когда мы прибыли к королевскому жилью, мы проходили мимо жилья кардинала Феррарского. Кардинал, стоя в дверях, подозвал меня к себе и сказал, «Наш христианнейший король сам от себя назначил вам такое же жалование, какое его величество давал Леонардо да Винчи живописцу, то есть семьсот скуда в год. И, кроме того, оплачивает вам все работы, которые вы ему сделаете. И еще ради вашего приезда дает вам пятьсот золотых скуда, каковые он желает, чтобы были вам выплачены прежде, нежели вы уедете отсюда». Когда кардинал кончил говорить, я ответил, что это предложение именно такого короля, как он. Этот королевский посланец, не зная, кто я такой, увидев, что мне делаются эти великие предложения от имени короля, просил у меня много раз прощения. Пагало и Асканио сказали, «Бог нам помог вернуться в столь почетные ходульки». Затем на другой день я пошел поблагодарить короля, каковой мне велел, чтобы я ему сделал модели двенадцати серебряных статуй, каковые он желал, чтобы служили двенадцатью светильниками вокруг его стола. И он желал, чтобы были изображены шесть богов и шесть богинь, точь-в-точь высоты его величества, каковой был немногим меньше четырех локтей ростом. Дав мне это поручение, он обернулся к казнохранителю и спросил его, выплатил ли он мне пятьсот скуда. Тот сказал, что ему ничего не было сказано. Король очень рассердился, потому что он поручил кардиналу, чтобы тот ему это сказал. Еще он мне сказал, чтобы я ехал в Париж и поискал, какое помещение было бы подходящим, чтобы делать такие работы, потому что он велит мне его дать. Я взял пятьсот золотых скуда и поехал в Париж, в один дом кардинала Феррарского. И там начал во имя Божие работать и сделал четыре модели маленьких в две трети локтя каждую из воска Юпитера, Юнону, Аполлона, Вулкана. Тем временем король приехал в Париж, поэтому я тотчас же пошел к нему и понес сказанные модели с собой, вместе с этими моими двумя юношами, то есть Асканио и Пагуло. Когда я увидел, что король удовлетворен сказанными моделями, он велел мне первым делом, чтобы я ему сделал серебряного Юпитера сказанной высоты. Я показал Его Величеству, что этих двух сказанных юношей я их привез из Италии для службы Его Величеству, и так как я их себе воспитал, то я много лучше на первых порах извлек бы из них помощь, чем из тех, что в городе Париже. На это король сказал, чтобы я назначил сказанным юношам плату, которая бы мне, по-моему, казалась, что будет достаточной для того, чтобы можно было себя содержать. Я сказал, что по сто золотых скуда каждому будет хорошо, и что я сделаю так, что они будут наилучшим образом зарабатывать эту плату. Так мы и порешили. Еще я сказал, что я нашел место, каковое мне кажется весьма подходящим, чтобы делать там такие работы. И сказанное место Его Величество собственное, называемое Маленький Нель, и что сейчас его занимает парижский наместник, которому Его Величество его дало. Но так как этот наместник им не пользуется, то Его Величество может дать его мне, который употреблю его для его службы. Маленький Нель, название от фамилии первого владельца этого имения, некоего Неля из Пикардии. Потом оно было куплено королем Филиппом Красивым и с тех пор стало частным владением французских королей. Находилось на левом берегу Сены, нынче там находится Французская Академия Наук. В описываемые времена Маленький Нель занимал парижский прыво Жан Дестувиль. Король тотчас же сказал, «Это место — мой дом. И я хорошо знаю, что тот, кому я его дал, не живет в нем и им не пользуется. Поэтому вы им воспользуетесь для наших работ». И тотчас же приказал своему лейтенанту, чтобы он поместил меня в сказанном Неле. Каковой учинил некоторые сопротивления, говоря королю, что не может этого сделать. На это король ответил в гневе, что желает давать свое добро кому ему угодно и человеку, который будет ему служить, потому что от того нет никакой службы. Поэтому пусть он ему не говорит больше об этом. Еще добавил лейтенант, что будет необходимо применить немного силы. На что король сказал, «Идите сейчас же, и если малой силы недостаточно, употребите большую». Он тотчас же повел меня на место, и ему пришлось применить силу, чтобы ввести меня во владение. Затем он мне сказал, чтобы я весьма остерегался, чтобы меня тут не убили. Я въехал, тотчас же нанял слуг и купил несколько крупных штук оружия на древках, и несколько дней провел с превеликими неприятностями, потому что это был большой парижский вельможа, и прочие вельможи были мне все враждебны, так что они учиняли мне такие оскорбления, что я не мог выдержать. Не хочу оставить в стороне, что в то время, когда я поступил к его величеству, шел как раз 1540 год, что было как раз сорокалетним моим возрастом. Глава 13 Из-за этих великих оскорблений я вернулся к королю, прося его величества, чтобы он меня устроил в другом месте. На каковые слова король мне сказал, «Кто вы такой? И как ваше имя?» Я остался весьма растерян и не знал, что король хочет сказать. И так как я молчал, то король повторил еще раз те же самые слова, почти рассерженный. Тогда я ответил, что мое имя Бенвенуту. Король сказал, «Итак, если вы тот самый Бенвенута, о котором я слышал, то поступите по вашему обычаю, а я вам на то даю полную волю». Я сказал его величеству, что с меня достаточно сохранить его благоволение. Кроме этого, я не знаю ничего, что могло бы мне повредить. Король, усмехнувшись, чуточку сказал, «Итак, ступайте, а мое благоволение вас никогда не оставит». Тотчас же он мне определил одного своего первого секретаря, какового звали Монсеньор Ди Виллоруа, чтобы тот распорядился меня снабдить и устроить для всех моих надобностей. Монсеньор Ди Виллоруа нужно Виллоруа. Этот Виллоруа был весьма большим другом этого вельможи, называемого наместником, которому принадлежало сказанное место Нель. Это место было трехугольной формы и примыкало к городским стенам, и было старинным замком, но стражи не держали. Величины было изрядной. Этот сказанный Монсеньор Ди Виллоруа мне советовал, чтобы я поискал что-нибудь другое и чтобы я его бросил во что бы то ни стало, потому что тот, кому оно принадлежит, человек превеликого могущества и что он наверняка велит меня убить. На что я ответил, что я приехал из Италии во Францию единственно, чтобы служить этому удивительному королю. А что до того, чтобы умереть, то я знаю, наверное, что умереть мне придется. Так что, немного раньше или немного позже, мне решительно все равно. Этот Виллоруа был человек величайшего ума и удивительный во всех своих делах, приогромно богат. Нет ничего на свете, чего бы он не сделал, чтобы мне досадить. Но он никак этого не показывал. Это был человек степенный, красивого вида, говорил медленно. Поручил он это другому дворянину, которого звали Монсеньор де Мармания, каковой был лангедокским казначеем. Нужно Жан Лалеман де Мармань. Этот человек, первое, что он сделал, выискав лучшие комнаты этого места, велел устроить их для себя. На что я сказал, что это место мне дал король, чтобы я ему служил, и что здесь я не желаю, чтобы жил кто-нибудь другой, кроме меня и моих слуг. Этот человек был горд, смел и горяч, и сказал мне, что желает делать как ему угодно, и что я бьюсь головой об стену, желая ему перечить, и что все, что он делает, на это он получил от Виллруа полномочия так делать. Тогда я сказал, что я получил полномочия от короля, что ни он, ни Виллруа этого делать не могут. Когда я сказал это слово, этот гордый человек сказал мне на своем французском языке много грубых слов, на каковые я ответил на своем языке, что он лжет. Подвигнутый гневом, он показал вид, что берется за кинжал. Поэтому я взялся за большой свой кортик, который постоянно носил при себе для своей защиты, и сказал ему, если ты настолько смел, что обнажишь это оружие, я тотчас же тебя убью. с ним было двое слуг, а у меня были мои двое юношей. И пока сказанный Мармания стоял и так задумавшись, не зная, что делать, скорее склонный к худому, он говорил Бармача, никогда этого не потерплю. Я видел, что дело идет по скверному пути, тотчас же решился и сказал Паголо Иосканио. Как только вы увидите, что я обнажу свой кортик, кидайтесь на обоих слуг и убейте их, если можете, потому что этого я убью сразу, затем мы уедем с Богом вместе тотчас же. Когда Мармания услышал это решение, ему показалось, что он много сделает, если уйдет из этого места живым. Обо всем этом несколько более скромно я написал кардиналу Феррарскому, каковой тотчас же сказал об этом королю. Король рассерженный отдал меня под охрану другому из этих своих окольных, какового звали монсеньор виконт Дорбек. Один из редких случаев, когда транскрипция имени в переводе исправлена. В оригинале знавший очень скверно французский язык Челлини писал «Исконтро виконт Дорбек». Правда, не остались в долгу и французы, писавшие его имя «Бенвенуто Селиньи». Этот человек с такой любезностью, какую только можно себя представить, позаботился обо всех моих надобностях. Глава 14. Когда я кончил все устройства по дому и по мастерской, чтобы они наиудобнейше могли служить и весьма пристойно для ведения моего дома, я тотчас же принялся делать три модели точь-в-точь той величины, как они должны были быть из серебра. Это были Юпитер и вулкан и Марс. Я их сделал из глины, отлично укрепив железом, затем отправился к королю, каковой велел мне выдать, если я верно помню, триста фунтов серебра, чтобы я начал работать. Пока я все это подготовлял, заканчивались вазочка и овальный таз, каковые отняли несколько месяцев. Когда я их кончил, я их велел отлично вызолотить. Это показалось самой прекрасной работой, которую когда-либо видели во Франции. Я тотчас же понес их кардиналу Феррарскому, каковой весьма меня благодарил, затем без меня понес их королю и поднес их ему. Король был им очень рад и хвалил меня более непомерно, чем когда-либо бывал хвалим такой человек, как я. И за это подношение пожаловал кардиналу Феррарскому аббатство с доходом в семь тысяч скудо. И мне хотел сделать подарок. Однако кардинал ему помешал, говоря его величеству, что он слишком спешит, потому что я еще не сделал ему никакой работы. Король, который был прищедр, сказал, потому то я и хочу придать ему бодрости, чтобы он мог мне ее сделать. Кардинал при этом устыдившись, сказал, государь, я вас прошу, чтобы вы предоставили это мне, потому что я ему назначу содержание в 300 скудо самое меньшее, как только я вступлю во владение аббатством. Я их так никогда и не получил. И слишком было бы длинно желать рассказывать про чертовство этого кардинала. Но я хочу заняться вещами более важными. Глава пятнадцатая Я вернулся в Париж. При таком благоволении, оказанном мне королем, мне дивился всякий. Я получил серебро и начал сказанную статую Юпитера. Я нанял много работников и с превеликим усердием днем и ночью не переставал работать. Так что, когда я кончил из глины Юпитера вулкана и Марса и уже начал из серебра подвигать вперед весьма изрядно Юпитера, мастерская уже имела очень богатый вид. В это время появился в Париже король. Я пошел ему представиться. И как только его величество меня увидел, он весело меня подозвал и спросил меня, нет ли у меня в моем жилище чего-нибудь красивого показать ему, потому что он туда пришел бы. На что я рассказал все то, что я сделал. Тотчас же ему пришла превеликая охота пойти, и после своего обеда он собрался с госпожой де Тамп, с кардиналом Лотарингским и некоторыми другими из этих господ, как-то королем Наваррским, Шурином короля Франциска и королевой сестрой сказанного короля финно-дофина, так что в этот день явилась вся придворная знать. Я уже вернулся домой и принялся работать. Когда король появился у двери моего замка, слыша, что стучат в несколько молотков, он велел каждому молчать. В доме у меня всякий был за работой, так что я оказался застигнут королем врасплох, потому что я его не ждал. Он вошел в мою палату, и первое, что он увидел, он увидел меня с большой серебряной пластиной в руках, каковая служила для туловища Юпитера. Другой делал голову, третьи ноги, так что грохот был превеликий. с госпожой с госпожой 1549-й, образованнейшая женщина, блистательная писательница, автор знаменитого Гептамирона. Ее двор был одним из центров гуманистической культуры Франции. Дофин, будущий король Генрих II, 1519-1559, дофина, Екатерина Медичи, 1519-1589, жена Генриха II и мать Франциска II, Карла IX и Генриха III, последних французских королей из династии Валуа. В то время, как я работал, возле меня был один мой французский мальчуган, который мне, не помню уж чем, досадил как-то, и я поэтому дал ему пинка, и, попав ему, на мое счастье, ступней в развилину ног, толкнул его вперед на четыре с лишним локтя, так что при входе короля этот малыш налетел на короля. Этому король премного смеялся, а я остался весьма растерян. Начал король меня расспрашивать о том, что я делаю, и пожелал, чтобы я работал. Затем сказал мне, что я сделал бы ему гораздо больше удовольствия, если бы не утруждал себя вовсе, а нанял сколько людей я хочу и им поручал работу. Потому что он хочет, чтобы я сохранил себя здравым, дабы я мог служить ему дольше. Я ответил его величеству, что сразу же заболел бы, если бы не стал работать. Да и самые работы получились бы не такие, как я желаю делать для его величества. Король, думая, что то, что я говорил, было сказано, чтобы похвастать, а не потому, чтобы это была правда, заставил меня это повторить кардиналу Лотарингскому, каковому «Я так широко изложил мои доводы и так открыто, что он воспринял их вполне». Поэтому он уговорил короля, чтобы тот предоставил мне работать мало или много, сообразно моему желанию. Глава шестнадцатая Оставшись удовлетворен моими работами, король возвратился к себе во дворец, а меня покинул при исполненном стольких милостей, что было бы долго о них рассказывать. На другой затем день, за своим обедом, он послал за мной. Тут же присутствовал кардинал Феррарский, который с ним обедал. Когда я явился, король был еще за вторым блюдом. Как только я подошел к его величеству, он начал со мной беседовать, говоря, что раз у него имеются такой красивый таз и такой красивый кувшин моей руки, что в придачу к этим вещам ему требуется красивая солонка, и что он хочет, чтобы я ему сделал к ней рисунок, но ему очень бы хотелось увидеть его скоро. Тогда я прибавил, говоря, ваше величество, вы увидите такой рисунок гораздо скорее, нежели оно того от меня требует, потому что пока я делал таз, я думал, что в придачу к нему следует сделать солонку, и что это уже сделано, и что если ему угодно, я ему покажу тотчас же. король отнесся с большой живостью, и, обернувшись к этим господам, как-то королю Наваррскому и кардиналу Лотарингскому и кардиналу Феррарскому сказал, вот поистине человек, которого должен любить и желать всякий, кто только его знает. Затем сказал мне, что охотно посмотрел бы этот рисунок, который я сделал к этой вещи. Я двинулся в путь и быстро сходил и вернулся, потому что мне надо было только перейти реку, то есть сену. Король находился в Лувре. Я принес с собой восковую модель, каковую я сделал еще по просьбе кардинала Феррарского в Риме. Когда я явился к королю и раскрыл перед ним модель, король изумившись сказал, это нечто в сто раз более божественное, чем я когда-либо мог подумать. Удивительный этот человек. Он, должно быть, никогда не отдыхает. Затем повернулся ко мне с лицом весьма веселым и сказал мне, что это работа, которая ему очень нравится и что он желает, чтобы я ему сделал ее из золота. Кардинал Феррарский, который тут же присутствовал, посмотрел мне в лицо и намекнул мне, как человек, который ее узнает, что это та самая модель, которую я сделал для него в Риме. На это я сказал, что эту работу я уже сказал, что сделаю тому, кто будет ее иметь. Кардинал, вспомнив эти самые слова, почти что рассердившись, потому что ему показалось, будто я хочу ему отомстить, сказал королю, «Государь, это огромнейшая работа, и поэтому я бы ничего другого не опасался, как только того, что мне бы не верилось, что я когда-либо увижу ее законченной, потому что эти искусные люди, у которых имеются эти великие замыслы в искусстве, охотно дают им начало, не помышляя хорошенько о том, когда им может быть конец. Поэтому, заказывая такие большие работы, я бы желал знать, когда я их получу». На это король ответил, говоря, что тот, кто стал бы так точно доискиваться конца работы, никогда бы ни одной не начал. И он сказал это особенным образом, показывая, что такие работы не дело людей малодушных. Тогда я сказал, «Все те государи, которые предают духу своим слугам, так, как это делает и говорит его величество, все великие предприятия облегчаются. И раз Бог даровал мне такого удивительного покровителя, я надеюсь дать ему законченными много великих и удивительных работ». «И я этому верю», сказал король, и встал из-за стола. Он позвал меня к себе в комнату и спросил меня, сколько золота требуется для этой солонки. «Тысяча скуда», сказал я. Тотчас же король позвал своего казначея, которого звали Монсеньор Виконт де Орбеке, и велел ему, чтобы сей же час он выдал мне тысячу старых полновесных золотых скудо. Когда мы шли от его величества, я послал за теми двумя нотариусами, через которых я получал серебро для Юпитера и многое другое, и, перейдя сену, взял малюсенькую корзиночку, которую мне подарила одна моя двоюродная сестра, монахиня, проездом через Флоренцию. И это я на свое счастье захватил эту корзиночку, а не мешок. И, думая, что я справлю это дело засветло, потому что было еще рано, и, не желая отрывать работников, я также не хотел брать с собой слуги. Я пришел на дом к казначею, перед каковым уже лежали деньги, и он их отбирал, так, как ему сказал король. Как мне показалось, этот разбойник казначей умышленно затянул до трех часов ночи отсчитывание мне сказанных денег. Я, у которого не было недостатка восмотрительности, послал за несколькими своими работниками, чтобы они пришли меня сопроводить, потому что дело было большой важности. Видя, что они не идут, я спросил у этого посланного, исполнил ли он мое поручение. Этот какой-то мошенник слуга сказал, что он его исполнил, и что они сказали, что не могут прийти, но что он охотно снесет мне эти деньги, на что я сказал, что деньги я хочу нести сам. Тем временем был справлен договор, отсчитаны деньги и все. Положив их себе в сказанную корзиночку, я затем продел руку в обе ручки. И так, как она проходила с большим усилием, то они были хорошо укрыты, и я с большим для себя удобством их нес, чем если бы это был мешок. Я был хорошо защищен кольчугой и наручами, и со своей шпажкой сбоку, и кинжалом быстро пустил себе дорогу под ноги. Глава семнадцатая В этот миг я увидел каких-то слуг, которые, шушукаясь, точно так же быстро вышли из дому, показывая, что идут другой дорогой, чем та, которой я шел. Я, который поспешно шагал, пройдя миновой мост, шел над рекой вдоль стенки, какова я вела меня домой в Нель. Нынешнего моста Поннов, начатого постройкой в 1578 году, еще не существовало. Когда я был как раз против августинцев, места опаснейшего, хотя от него до моего дома было пятьсот шагов, так как до жилья в замке было внутрь еще почти столько же, то не было бы слышно голоса, если бы я принялся звать. Но мигом решившись, когда я увидел перед собой четверых с четырьмя шпагами, я быстро накрыл эту самую корзиночку плащом, и, взявшись за шпагу, видя, что они с усердием меня теснят, сказал, — У солдата ничего не выгодаешь, кроме плаща и шпаги, а ее, прежде чем я вам ее отдам, я надеюсь, вы получите с малой для себя выгодой. против августинцев, то есть против монастыря больших августинцев. И, сражаясь смело против них, я несколько раз распахивался для того, чтобы, если бы они оказались из тех подговоренных этими слугами, которые видели, как я брал деньги, то чтобы они могли с некоторым основанием полагать, что у меня нет при себе такой суммы денег. Битва длилась недолго, потому что мало-помалу они отступали, и промеж себя говорили на своем языке. Это храбрый итальянец, и, наверное, это не тот, которого мы искали, а если это и он, то у него ничего с собой нет. Я говорил по-итальянски, и беспрерывно коляй прямо и сверху, иной раз почти что совсем ударял их в поясницу. И так как я отлично действовал оружием, то они скорее полагали, что я солдат, нежели что-либо иное. И скучившись вместе, они мало-помалу отдалялись от меня, все время бормочав полголоса на своем языке. Так же и я все время говорил, хотя и скромно, что кто желает мое оружие и мой плащ, то без труда их не получит. Я начал ускорять шаг, а они все время шли медленным шагом позади меня. Поэтому у меня возник страх, думая, как бы не угодить в какую-нибудь засаду нескольких других подобных, у которых я бы оказался посередине. Так что, когда я был уже в ста шагах, я опустился полным бегом и громким голосом кричал «Оружие! Оружие! Сюда! Сюда! Потому что меня убивают!» Тотчас же выбежало четверо юношей с четырьмя штуками оружия на двевках, которых они еще видели, то я их остановил, говоря, однако же громко «Эти четверо трусов не сумели захватить у одного человека добычу в тысячу золотых скуда золотом, которые руку мне сломали. Так что пойдем сперва их спрячем, а затем я готов вам сопутствовать с моим двуручным мечом куда вам будет угодно. Мы пошли спрятать деньги, и эти мои юноши, много сетуя о великой опасности, которую я перенес, как бы журя меня говорили. Вы слишком полагаетесь на себя и когда-нибудь заставите всех нас плакать. Я говорил многое, и они мне отвечали так же, противники мои бежали, и мы очень радостно и весело поужинали, смеясь над теми великими наскоками, какие чинит судьба как в хорошем, так и в плохом. И если она нас не задевает, то как будто бы ничего и не было. Правда, говорится, это тебе урок на другой раз. Это не так, потому что она приходит всегда по-иному и совсем по-негаданному. Глава восемнадцатая На следующее утро я сразу же положил начало Большой Солонке и с усердием ее и другие работы подвигал вперед. Уже я понанял много работников, как по части вояния, так и по части золотых дел. Были эти работники итальянцы, французы, немцы, и иной раз у меня их бывало изрядное количество, смотря по тому, находил ли я хороших, потому что изо дня в день я их менял, беря тех, которые лучше умели, и этих я так подгонял, что от постоянного утомления, видя, как делаю я, а мне служило немного лучше телесное сложение, нежели им, не в силах вынести великих трудов, думая подкрепить себя многим питьем и едой, некоторые из этих немцев, которые лучше умели, чем остальные, желая следовать мне, не потерпела от них природа таких насилий и их убила. Пока я подвигал вперед серебряного Юпитера, увидев, что у меня остается весьма изрядно серебра, я принялся, без ведома короля, делать большую вазу с двумя ручками, высотою приблизительно в полтора локтя. Пришла мне также охота отлить из бронзы ту большую модель, которую я сделал для серебряного Юпитера. Взявшись за эту новую работу, какой я никогда еще не делал, и побеседовав с некоими стариками из этих парижских мастеров, я рассказал им все те способы, которые мы в Италии применяем, чтобы делать такую работу. Эти мне сказали, что таким путем они никогда не шли, но что если я предоставлю делать по их способам, то они мне его дадут сделанным и отлитым таким же чистым и красивым, как и сам Глиняный. Я решил заключить договор, передав эту работу им, и сверх того, что они с меня просили, обещав им несколько скуда лишних. Принялись они за эту работу, и, видя, что они берут неверный путь, я живо начал голову Юлия Цезаря, по грудь, в латах, гораздо больше настоящего, каковую я лепил с маленькой модели, которую привез с собой из Рима, сделанной с чудеснейшей античной головы. Принялся я также за другую голову, такой же величины, каковую я лепил с одной красивейшей девушке, которую я ради плотской моей утехи возле себя держал. Это и я дал имя Фонтанабеллио, что было тем местом, которое избрал король для своего собственного услаждения. Сделав отличнейший горн, чтобы плавить бронзу, и приготовив и обжегшие наши формы, они Юпитера, а я мои две головы, я им сказал, я не думаю, чтобы ваш Юпитер у вас вышел, потому что вы не дали ему достаточно душников внизу, чтобы ветер мог обращаться, так что вы зря теряете время. Две мои головы, обе эти работы до нас не дошли. Эти мне сказали, что если их работа не выйдет, то они мне вернут все те деньги, которые я им уже дал, и возместят мне весь потерянный расход. Но чтобы я хорошенько заметил, что эти мои прекрасные головы, которые я хочу отлить по своему итальянскому способу, ни за что у меня не выйдут. При этом споре присутствовали эти казначеи и другие знатные люди, которые по поручению короля заходили меня проведать. И все, что говорилось и делалось, обо всем они докладывали королю. Эти два старика, которые хотели отливать Юпитера, задержали немного начала отливки, потому что они говорили, что хотели бы приладить эти две формы моих голов, потому что тем способом, как я делаю, невозможно, чтобы они вышли, а великий грех погубить такие прекрасные работы. когда об этом дали знать королю, его величество ответил, чтобы они старались учиться и не пытались указывать наставнику. Эти с великим смехом опустили в яму свою работу. Я же стойко, безо всякого оказательства смеха или гнева, а он у меня был, поместил Юпитера между моих двух форм, и когда наш металл был отличнейше расплавлен, мы с превеликим удовольствием дали путь расплавленному металлу, и отличнейшая наполнилась форма обеих моих голов. Так что и они были веселы, и я доволен. Потому что я был рад, что сказал неправду про их работу, и они были, видимо, очень рады, что сказали неправду про мою. И по французскому обычаю они с великим весельем попросили пить. Я весьма охотно велел устроить им богатый завтрак. Затем они у меня спросили деньги, которые им следовало получить, и те лишние, которые я им обещал. На это я сказал, вы смеялись тому, о чем я очень боюсь, как бы вам не пришлось плакать, потому что я поразмыслил, что в эту вашу форму вошло гораздо больше добра, чем ему следовало бы. Поэтому я не хочу вам давать больше денег, чем то, что вы получили до завтрашнего утра. Начали размышлять эти бедные люди о том, что я им сказал, и, ничего не сказав, пошли домой. Придя утром, они тихохонько начали вынимать из ямы. И так как они не могли открыть свою большую форму, если бы сперва не вынули эти мои две головы, каковые они и вынули, и они удались отлично, и они их поставили стаймя, так что их отлично было видно. Начав затем открывать Юпитера, не прошли они и двух локтей вглубь, как они с четырьмя их работниками подняли такой великий крик, что я их услышал. Думая, что это крик радости, я бросился бежать, потому что я был у себя в комнате больше, чем в пятистах шагах. Я прибыл к ним и застал их в таком виде, в каком изображают тех, что взирали на гроб Христов, опечаленных и испуганных. Я устремил глаза на мои две головы, и, увидав, что они удались хорошо, я примирил удовольствие с неудовольствием, а они оправдывались, говоря, наша злая судьба. На каковые слова я сказал, судьба ваша была прекрасная, но действительно плохо было ваше малое умение. Если бы я видел, как вы ставите в форму сердечник, я бы единым словом вас научил, и фигура вышла бы отлично, так что мне бы от этого проистекла весьма большая честь, а вам большой барыш, но я-то в своей чести себя оправдаю, а вам ни чести, ни барыша не спасти, поэтому другой раз учитесь работать, а не издеваться учитесь. Тут они стали ко мне взывать, говоря, что я прав, и что если я им не помогу, что имея возместить этот крупный расход и этот убыток, они пойдут по миру вместе со своими семьями. На это я сказал, что если королевские казначеи пожелают, чтобы они заплатили то, что они обязались, я им обещаю заплатить из своих, потому что я видел действительно, что они сделали от чистого сердца все, что умели. Это снискало мне такое благоволение, этих казначеев и этих приближенных короля, что это было неописуемо. Обо всем было написано королю, каковой единственный щедрейший велел, чтобы все было сделано так, как я скажу. Глава девятнадцатая Прибыл тем временем изумительнейший храбрец Пьеро Стротци. Сын Филиппо Стротци, вождь антимедицейского сопротивления, после поражения при Монте-Мурло бежал ко французскому двору, стал маршалом Франции, погиб в 1558 году при осаде Тионвилля. И когда он напомнил королю о своей грамоте на гражданство, король тотчас же велел, чтобы она была изготовлена. И заодно с нею, сказал он, изготовьте также грамоту Бенвенута, моему дорогому, и отнесите ее тотчас же от моего имени к нему на дом, дайте ее ему без всякой платы. Грамота великого Пьеру Стротци стоила ему много сотен дукатов. Мою мне принес один из этих первых его секретарей, какового звали мессер Антонио Массоне. Ле Массон секретарь Маргариты Наваррской перевел на французский язык де Камерон Бокаччо. Этот вельможа вручил мне грамоту с удивительными оказательствами от имени его величества, говоря, это вам жалует король, чтобы вы еще большим воодушевлением могли ему служить. Это грамота на гражданство. И рассказал мне, как после долгого времени и по особой милости он по просьбе Пьеру Строце дал ее ему, а что ему он сам от себя посылает мне вручить. Что подобная милость никогда еще не оказывалась в этом королевстве. На эти слова я с великим оказательством поблагодарил короля. Затем попросил сказанного секретаря, чтобы он пожалуйста мне сказал, что такое значит это грамота на гражданство. Этот секретарь был весьма даровит, любезен и отлично говорил по-итальянски. Сперва весьма рассмеявшись, затем вернувшись к степенности, он сказал мне на моем языке, то есть по-итальянски, что такое значит грамота на гражданство, каково есть одно из величайших званий, даваемых иностранцу, и сказал, это куда больше, чем сделаться венецианским дворянином. Выйдя от меня, вернувшись к королю, он обо всем доложил его величеству, каковой посмеялся немного, потом сказал, теперь я хочу, чтобы он знал, почему я ему послал грамоту на гражданство. Ступайте и сделайте его владетелем замка маленький Нель, в котором он живет, каковой моя вотчина. Это он поймет, что это такое гораздо легче, нежели он понял, что такое грамота на гражданство. Пришел ко мне посланный с этим подарком, ввиду чего я хотел оказать ему любезность. Он не захотел ничего принять, говоря, что таково повеление его величества. Сказанную грамоту на гражданство вместе с дарственной на замок, когда я уехал в Италию, я взял с собой. И куда бы я закончил жизнь свою, я там постараюсь иметь их при себе. Глава двадцатая Теперь я продолжаю дальше начатый рассказ о жизни моей. Имея на руках вышесказанные работы, то есть серебряного Юпитера, уже начатого, сказанную золотую солонку, большую сказанную вазу серебряную, две головы бронзовых, над этими работами усердно трудились. Готовился я также отлить подножие сказанного Юпитера, каковое я сделал из бронзы прибогато, полное украшений, посреди каковых украшений я извоял барельефом похищения Ганимеда, а с другой стороны леду и лебедя. Его я отлил из бронзы, и вышло оно отлично. Сделал я также и другое подобное, чтобы поставить на нем статую Юноны, поджидая, чтобы начать так же и эту, если король даст мне серебро, дабы можно было ее сделать. Работая усердно, я уже собрал серебряного Юпитера, также собрал я и золотую солонку, ваза очень подвинулась, обе бронзовых головы были уже окончены, сделал я также несколько работок для кардинала Феррарского, кроме того, серебряную вазочку, богато отделанную, я сделал, чтобы подарить ее госпоже де Тамп, для многих итальянских сеньоров, то есть для сеньора Пьеру Строци, для графа Дел Ангвилара, для графа Ди Петельяно, для графа Делла Мирандела и для многих других я сделал много работ Дел Ангвилар по всей вероятности Фламинио Ангиларе да Стабия Никола Орсини да Петельяно и Петельяно и Ангвилар вместе со Строци перешли на службу к Франциску Первому Делла Мирандела Галеотто Пико после гибели своего дяди Джован Франческо завладел графством Мирандела 1553 год но этому воспротивился император Карл V и Галеотто вынужден был укрыться во Франции умер на французской службе возвращаясь к моему великому королю когда как я сказал я отлично подвинул вперед эти его работы в это время он вернулся в Париж и на третий день явился ко мне на дом с великим множеством наивысшей знати своего двора и весьма изумлялся такому множеству работ которые у меня были так благополучно подвинуты вперед и так как с ним была его госпожа Детамп то они начали говорить о фонтанабелео госпожа Детамп сказала его величеству что он должен бы велеть мне сделать что-нибудь красивое для украшения его фонтанабелео тотчас же король сказал это верно то что вы говорите и я сейчас же хочу решить чтобы там было сделано что-нибудь красивое и обернувшись ко мне начал меня спрашивать что бы я думал сделать для этого красивого источника на это на это предложил кое-какие мои выдумки так же и его величество сказал свое мнение затем сказал мне что хочет съездить дней на пятнадцать двадцать в Сан Джермано Дал Айя каковой отстоит на двенадцать миль от Парижа и чтобы тем временем я сделал модель для этого его красивого источника с самыми богатыми измышлениями какие я умею потому что это место наибольшая услада какая у него есть в его королевстве Сан Джермано Дал Айя Сан Джермен Ан Ле поэтому он мне велел и просил меня чтобы я уже постарался сделать что-нибудь красивое и я ему это обещал увидев столько подвинутых работ король сказал госпоже Детамб у меня никогда еще не было человека этого ремесла который бы мне так нравился и который бы так заслуживал награждение как этот поэтому надо подумать о том как бы удержать его так как он тратит много и добрый товарищ и много работает то необходимо чтобы мы сами помнили о нем это потому что заметьте сударыня сколько раз он не приходил ко мне и сколько я не приходил сюда он никогда ни о чем не просил видно что сердце его целиком занято работами надо сделать для него что-нибудь хорошее поскорее чтобы нам его не потерять госпожа де тамб сказала я вам об этом напомню они ушли я принялся с великим усердием за работы мои начатые и кроме того взялся за модель источника и с усердием подвигал ее вперед глава 21 по прошествии полутора месяца король возвратился в Париж и я который работал день и ночь отправился к нему и понес с собой мою модель так хорошо набросанную что она ясно понималась уже начали возобновляться дьявольство войны между императором и им так что я застал его очень смутным речь идет о четвертой последней войне между Францией и Испанией при Франциске первом началась она в мае 1542 года и окончилась через два года однако я поговорил с кардиналом Феррарским сказав ему что у меня с собой некие модели каковые мне заказал его величество и я его попросил что если он усмотрит время вставить несколько слов для того чтобы эти модели могли быть показаны то я думаю что король получит от этого много удовольствия кардинал так и сделал предложил королю сказанные модели король тотчас же пришел туда где у меня были модели во первых я сделал дворцовую дверь фонтана бельо чтобы не изменять насколько можно меньше строй двери которая была сделана в сказанном дворце каковая была велика и приземиста на этот их дурной французский лад у каковой отверстие было немного больше квадрата а над этим квадратом полукружие приплюснутые как ручка корзины в этом полукружии король желал чтобы была фигура которая бы изображала фонтана бельо я придал прекраснейший размер сказанному пролету затем поместил над сказанным пролетом правильное полукружие а по бокам сделал некие приятные выступы под каковыми в нижней части которая была в соответствии с верхней я поместил под соколю а также и сверху а взамен двух колонн которые видно было что требовались сообразно с приполками сделанными внизу и вверху я в каждом из мест для колонн сделал сатира это был больше чем полурельеф и одной рукой как бы поддерживал ту часть которая прикасается к колоннам в другой руке он держал толстую палицу смелый и свирепый со своей головой которая как бы устрашала смотрящих другая фигура была такая же по своему положению но различная и иная головой и кое-чем другим таким в руке она держала бич о трех шарах прикрепленных некоими цепями хоть я и говорю сатиры но у них от сатира были только некие маленькие рожки и козлиная голова все остальное было человеческим обликом в полукружии я сделал женщину в красивом лежачем положении она держала левую руку вокруг шеи оленя каковой был одной из эмблем короля с одного края я сделал полурельефом козуль и некоих кабанов и другую дичину более низким рельефом с другого края легавых и борзых разного рода потому что так производит этот прекраснейший лес где рождается источник затем всю эту работу я заключил в продолговатый четвероугольник и в верхних углах четвероугольника в каждом я сделал по победе барельефом с этими факельцами в руках как было принято у древних над сказанным четвероугольником я сделал саламандру собственную эмблему короля со многими изящнейшими другими украшениями под стать сказанной работе каковая явствовала быть ионического строя работа не была завершена до отъезда Челлини из Франции в 1545 году отлита была лишь фигура нимфы Фонтенбло после смерти Франциска I Генрих II подарил нимфу и фигуры двух побед отлитые видимо уже после отъезда Челлини своей возлюбленной Диане де Пуатье которая поместила их у входа в замок Анне В революцию 1789 года нимфа была передана в Луврский музей Фигуры побед были переданы в музей маленьких августинцев и там их видел Гёте Во время реставрации работы перешли в собственность Луи Филиппа и были помещены в замок Нейи где оставались до революции 1848 года Затем оригиналы бесследно исчезли остались лишь копии во французском музее декоративного искусства Глава 22 Когда король увидел эту модель она тотчас же его развеселила и отвлекла от тех докучных разговоров в которых он провел больше двух часов Увидав что он весел на мой лад я ему раскрыл вторую модель каковой он вовсе и не ожидал потому что ему казалось что он видел немало работы и в этой Эта модель была величиной больше двух локтей в каковой я сделал фонтан в виде совершенного квадрата с красивейшими лестницами вокруг каковые пересекались одна с другой вещь никогда еще не виданная в тех краях и редчайшая в этих Посередине сказанного фонтана я сделал основание каковое являлось немного выше нежели сказанная чаша фонтана На основании этом я сделал соответственно ногую фигуру большой красоты Она держала сломанное копье в правой руке поднятой ввысь а левую держала на руке эти сабли сделанные в очень красивом виде Она опиралась на левую ногу а правой наступала на шлем так богато отделанный как только можно вообразить А по четырем углам фонтана я сделал в каждом посидящей фигуре возвышенной со многими красивыми эмблемами для каждой Начал меня спрашивать король чтобы я ему сказал что это за красивый вымысел я создал говоря мне что все то что я сделал на двери он не спрашивая меня ни о чем это понял но того что у фонтана хоть это и кажется ему очень красивым он совсем не понимает а между тем он знает что я не сделал как прочие глупцы которые хоть и делают вещи с кое-каким изяществом но делают их без всякого значения тут я приготовился потому что раз я понравился тем что я сделал мне хотелось чтобы понравилось также и то что я скажу знаете священное величество что вся эта маленькая работа точнейше вымерена в маленьких футах так что если выполнить ее потом на деле она выйдет точно такой же красоты как вы видите эта фигура посередине в пятьдесят четыре фута при этом слове король выказал превеликое изумление затем сделана она изображая бога марса эти остальные четыре фигуры сделаны для дарований которые так любят и поощряют ваше величество это по правую руку изображена для науки всех словесностей вы видите что у нее ее приметы что являет философию со всеми знаниями ей сопутствующими это вот являет собою все изобразительное искусство то есть ваяние живопись изотчества это изображена для музыки каковой подобает сопутствовать всем этим наукам вот эта которая является такой приветливой и благосклонной изображена для щедрости потому что без нее не может проявиться ни одно из этих чудесных дарований которые бог нам являет эта статуя посередине большая изображена для самого вашего величества каково и есть бог марс потому что вы единственный в мире храбрец и эту храбрость вы ее применяете справедливо и свято в защиту вашей славы как только он был настолько терпелив что дал мне договорить он возвысив громкий голос сказал поистине я нашел человека себе по сердцу и позвал казначеев определенных ко мне и сказал чтобы они меня снабдили всем что мне угодно и чтобы расход был велик как угодно затем хлопнул меня по плечу рукой говоря мне дорогой мой я не знаю какое удовольствие больше удовольствие или государя что он нашел человека себе по сердцу или удовольствие этого художника что он нашел государя который ему предоставляет такие удобства чтобы он мог выражать свои великие художественные замыслы я ответил что если я тот о ком говорит его величество то моя удача гораздо больше он ответил смеясь скажем что она одинакова я ушел в великом веселье и вернулся к моим работам глава 23 угодно было моей злой судьбе чтобы я не догадался разыграть такую же комедию с госпожой де тамп которая когда узнала вечером обо всем том что произошло из собственных уст короля у нее родилось такое ядовитое бешенство в груди что она с гневом сказала если бы Бенвенута показал мне свои красивые работы он дал бы мне повод вспомнить о нем при случае король хотел меня извинить и ничего не вышло я который об этом узнал две недели спустя когда проехав по Нормандии через Руан и Дьеп они затем вернулись в вышесказанный сан Джермана Делла Айя взял эту красивую вазочку которую я сделал по просьбе сказанной госпожи Детамп думая что подарив ее я должен снова снискать ее милость и так я понес ее с собой и когда я дал ей знать через одну ее кормилицу и показал этой сказанной красивую вазу которую я сделал для ее госпожи и что я хочу ей подарить ее сказанная кормилица учинила мне непомерные ласки и сказала мне что скажет слово госпоже какова еще не одета и как только она ей пустит кормилица сказала все это госпоже какова и ответила гневно скажите ему чтобы он подождал я узнав об этом облачился терпением что для меня очень трудно однако же я имел терпение вплоть до того как она отобедала и когда я увидел затем что час поздний голод причинил мне такую злобу что не в силах более вынести послав ее в сердце благочестиво к черту я оттуда ушел и отправился к кардиналу лотарингскому и поднес ему сказанную вазу прося его только чтобы он поддержал меня в милости у короля он сказал что этого не требуется а если бы потребовалось то он сделал бы это охотно затем позвав одного своего казначея сказал ему что-то на ухо сказанное казначей подождал пока я выйду от кардинала затем сказал мне бен винуто идите со мной потому что я дам вам выпить стакан доброго вина на что я сказал не зная того что он хотел сказать пожалуйста господин казначей велите дать мне стакан вина и кусок хлеба потому что я поистине лишаюсь сил потому что сегодня с раннего утра вплоть до этого часа который вы видите я прождал натощак у дверей госпожи дитамп чтобы подарить ей эту красивую серебряную позолоченную вазочку и обо всем я дал ей знать а она чтобы меня все время мучить велела мне сказать чтобы я подождал и вот меня одарил голод я почувствовал что ослабеваю и как богу было угодно я подарил свой товар и свои труды тому кто много лучше их заслуживал и я у вас ничего не прошу как только немного выпить потому что так как я немного слишком вспыльчив голод удручает меня настолько что я готов упасть на земь без чувств пока я осилился говорить эти слова появилось чудесное вино и другие приятности чтобы закусить так что я усладился очень хорошо и как только я обрел снова жизненные силы досада у меня прошла добрый казначей вручил мне сто золотых скуда каковым я учинил сопротивление что не желаю их никоим образом он пошел передать об этом кардиналу каково и наговорив ему великую брань велел ему чтобы он заставил меня взять их насильно а иначе чтобы он больше к нему не являлся казначей пришел ко мне сердитый говоря что никогда еще раньше кардинал так на него не кричал и когда он хотел мне их дать а я учинил немного сопротивления он весьма сердито мне сказал что заставит меня взять их насильно я взял деньги когда я хотел пойти поблагодарить кардинала тот велел мне сказать через одного своего секретаря что всегда когда он сможет сделать мне удовольствие что он мне его сделает от всего сердца я вернулся в Париж в тот же вечер король узнал обо всем над госпожой да там подшучивали что было причиной того что она еще больше растравилась действовать против меня так что я понес великую опасность для моей жизни каковое будет сказано в своем месте глава двадцать четвертая хотя немного раньше должен был я вспомнить о приобретенной дружбе самого даровитого самого сердечного и самого обходительного честного человека которого я когда-либо знавал на свете это был мессер гвидо гвиди превосходный врач и ученый и благородный флорентийский гражданин из-за бесконечных испытаний посланных мне превратной судьбой я его немного оставлял слегка в стороне подобно челлине прослужив некоторое время во Франции гвидо гвидо вернулся во Флоренцию был доверенным лекарем герцога Козимо и преподавал медицину в Пизанском университете хоть это и не очень важно я думал что если я постоянно буду иметь его в сердце то этого довольно но увидев затем что моя жизнь без него не в порядке я его включил среди этих моих наибольших испытаний чтобы как там он был мне утешением и помощью так чтобы и здесь он служил мне памятью об этом благе приехал сказанный миссер гвидо в Париж и начав быть с ним знакомым я его привел к себе в замок и там дал ему отдельное само по себе жилье так мы прожили вместе несколько лет приехал также епископ повийский то есть монсеньор де Росси брат графа де Сан Секондо этого сеньора я взял из гостиницы и поместил его к себе в замок дав также и ему отдельное жилье где он жил отлично устроенный со своими слугами и лошадьми много месяцев другой раз также я устроил миссер Луиджи Алламанни с сыновьями на несколько месяцев все-таки даровал мне милость Господь что я мог сделать некоторое удовольствие также и я людям и великим и даровитым с вышесказанным миссер Гвидо мы вкушали дружбу столько лет сколько я там прожил хвалясь нередко вместе что мы совершенствуемся в кое-каких искусствах за счет этого столь великого и удивительного государя каждый из нас по своей части я могу сказать поистине что то что я есть и то что я произвел хорошего и прекрасного все это было по причине этого удивительного короля поэтому продолжаю нить рассказа о нем и о моих больших работах для него сделанных глава 25 имелся у меня в этом моем замке Же-де-Пом чтобы играть в мяч из какового я извлекал большой барыш давая им пользоваться Же-де-Пом помещение для игры в мяч было в этом помещении несколько маленьких комнаток где обитали разного рода люди среди каковых был один весьма искусный печатник книг Пьер Готье или Галтериус в 1544 году Готье напечатал книгу Гвиди объяснительный перевод трудов Гиппократа Галена и Орибасия этот держал чуть ли не всю свою мастерскую внутри моего замка и это был тот который напечатал эту первую прекрасную медицинскую книгу Мессер Гвидо Желая воспользоваться этими комнатами я его прогнал хоть и с некоторой немалой трудностью Жил там еще один селитренный мастер то есть мастер по изготовлению пороха и так как я хотел воспользоваться этими маленькими комнатками для некоих моих добрых немецких работников этот сказанный селитренный мастер не хотел съезжать и я любезно много раз говорил ему чтобы он меня устроил с моими комнатами потому что я хочу ими воспользоваться для жительства моих работников для службы королю чем смиреннее я говорил тем этот скот надменнее мне отвечал затем наконец я дал ему сроку три дня каковой этому рассмеялся и сказал мне что через три года начнет об этом подумывать я не знал что он ближайший прислужник госпожи Детамп и если бы не было того что эта причина с госпожой Детамп заставила меня немножко больше думать о моих делах нежели я то делал раньше то я сразу бы его выгнал вон но я решил иметь терпение эти три дня каковые когда прошли то не говоря ни слова я взял немцев итальянцев и французов с оружием в руках и много подручных которые у меня имелись и в короткое время разнес весь дом и его пожитки выкинул вон из моего замка и это действие несколько суровое я совершил потому что он мне сказал что не знает ни за одним итальянцем такой смелой силы которая бы у него сдвинула с места хоть одну петлю поэтому когда это случилось он явился каковому я сказал я наименьший итальянец во всей Италии и я тебе не сделал ничего по сравнению с тем что у меня хватило бы духу тебе сделать и что я тебе и сделаю если ты вымолвишь хоть одно словечко с другими оскорбительными словами которые я ему сказал этот человек пораженный и испуганный собрал свои пожитки как только мог потом побежал к госпоже Детамп и расписал целый ад и эта моя великая врагиня настолько большим насколько она была красноречивее и еще того пуще расписала его королю каковой дважды мне говорили хотел на меня рассердиться и отдать плохие распоряжения против меня но так как дофин Арриго его сын ныне король французский получил кое-какие неприятности от этой слишком смелой дамы то вместе с королевой Наваррской сестрой короля франциска они с таким искусством мне породили что король обратил все это в смех таким образом с истинной помощью божьей я избежал великой бури дофин генрих будущий король генрих второй дофина рига на основании этого упоминания можно сделать вывод что все до этого места было написано челлини прежде 1559 года когда генрих умер глава 26 еще пришлось мне сделать то же самое и с другим подобным этому но дома я не разрушал только выкинул ему все его пожитки вон поэтому госпожа де Тамп возымела такую смелость что сказала королю мне кажется что этот дьявол когда-нибудь разгромит вам Париж на эти слова король гневно ответил госпожа де Тамп говоря ей что я делаю только очень хорошо защищаясь от этой сволочи которая хочет мне помешать служить ему возрастало все пущее бешенство у этой жестокой женщины она призвала к себе одного живописца каковой имел жительство в фонтанабелео где король жил почти постоянно этот живописец был итальянец и болонец и был известен как Болонья собственным же своим именем он звался Франческо Приматитчо родился в 1504 году в Болонье ученик Джулио Романо с 1531 года жил во Франции работал там и как живописец и как скульптор и как архитектор оставался там и при наследниках Франциска I Франциск II назначил Приматитчо генеральным комиссаром фабрик и мастерских королевства умер в 1570 году госпожа Адитамп сказала ему что он должен был бы попросить у короля эту работу над фонтаном которую его величество определил мне и что она всей своей помощью ему в этом поможет так они порешили возымел этот Болонья наибольшую радость какую когда-либо имел и на это дело рассчитывал на верное хоть оно и не было по его части но так как он очень хорошо владел рисунком он обзавелся некоими работниками каковые образовали себя под началом у Россо нашего флорентийского живописца поистине удивительнейшего искусника и то что он делал хорошего он это взял от чудесного пошиба сказанного Россо каковой тогда уже умер Россо Челине уже говорил о нем выше Возмогли вполне эти хитроумные доводы с великой помощью госпожи Детамп и с постоянным стучанием день и ночь то госпожа то Болонья в уши этому великому королю и что было мощной причиной того что он уступил это то что она и Болонья согласно сказали как это возможно священное величество чтобы как оно желает Бен Венута ему сделал двенадцать серебряных статуй ведь он еще не кончил ни одной а если вы его употребите на столь великое предприятие то необходимо чтобы этих других которых вы так хотите вы себя наверное лишили потому что и сто искуснейших людей не смогли бы кончить столько больших работ сколько этот искусный человек замыслил ясно видно что у него имеется великое желание сделать и это будет причиной того что ваше величество разом утратите и его и работы из-за этих и многих других подобных слов король оказавшись в расположении соизволил все то о чем они его просили а между тем он еще не посмотрел ни рисунков ни моделей чего бы то ни было руки сказанного болонья глава 27 в это самое время в париже выступил против меня этот второй жилец которого я прогнал из моего замка и затеял со мною тяжбу говоря что я у него похитил великое множество его пожитков когда его выселял это тяжба причиняло мне превеликое мучение и отнимало у меня столько времени что я много раз хотел уже прийти в отчаяние чтобы уехать себе с Богом есть у них обычай во Франции возлагать величайшие надежды на тяжбу которую они начинают с иностранцем или с другим лицом которое они видят что сколько нибудь оплошь натягается и как только они начинают видеть для себя какое-нибудь преимущество в сказанной тяжбе находят кому ее продать а иные давали ее в приданное некоторым которые только и заняты этим промыслом и что покупают тяжбы есть у них еще и другая дурная вещь это то что норманцы почти большинство промышляют тем что свидетельствуют ложно так что те кто покупает тяжбы тотчас же подучивают четверых таких свидетелей или шестерых смотря по надобности и благодаря им тот кто не подумал выставить стольких же в противность раз он не знает про этот обычай тотчас же получает приговор против себя и со мной случились эти сказанные происшествия и так как я считал что эта вещь весьма бесчестная я явился в большой парижский зал чтобы защищать свою правоту где я увидел судью королевского наместника по гражданской части возвышавшегося на большом помосте этот человек был рослый толстый и жирный и вида сурового возле 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 него с одного боку и другого было множество стряпчих и поверенных все выстроенные в ряд справа и слева другие подходили по одному за раз и излагали сказанному судье какое-нибудь дело те поверенные что были с краю я видел иной раз как они говорили все разом так что я был изумлен как этот удивительный человек истинный облик плутона с явной видимостью склонял ухо то к одному то к другому и преискусно всем отвечал а так как я всегда любил видеть и вкушать всякого рода искусства то вот это показалось мне таким удивительным что я ни за что не согласился бы его не повидать случилось что так как этот зал был привелик и полон великого множества людей то они прилагали еще старания чтобы туда не входили те кому там нечего было делать и держали дверь запертой и стража усказанной дверью каковой страж иной раз чиня сопротивление тем которых он не хотел чтобы входили мешал этим великим шумом этому изумительному судье который гневно говорил брань сказанному стражу и я много раз замечал и наблюдал такое происшествие и доподлинные слова которые я слышал были эти каковы сказал сам судья который заметил двух господ что пришли посмотреть и так как этот привратник чинил превеликое сопротивление то сказанный судья сказал крича громким голосом тише тише сатана уходи отсюда и тише я который отлично научился французскому языку услышав это выражение мне пришло на память то что Данте хотел сказать когда он вошел с Вергилием своим учителем в ворота ада вот слова Данте хриплоголосый Плутос закричал ад песнь седьмая перевод Лозинского толкований первого стиха звучащего как заклинания множество но все они в равной мере весьма предположительны потому что Данте в одно время с Джотто живописцем были вместе во Франции и преимущественно в Париже где по сказанным причинам то место где судится может быть названо адом поэтому также Данте хорошо зная французский язык воспользовался этим выражением и мне показалось удивительным делом что оно никогда не было понято как таковое так что я говорю и полагаю что эти толкователи заставляют его говорить такое чего он никогда и не думал никаких подтверждений тому что Данте с Джотто были вместе во Франции наукой о Данте не обнаружено но во времена Челлини эта легенда принималась за чистую монету глава 28 Возвращаясь к моим делам когда я увидел что мне вручают некие приговоры через этих поверенных то не видя никакого способа помочь себе я прибег для помощи себе к большому кортику который у меня имелся потому что я всегда любил держать хорошее оружие и первый с кого я начал нападение был тот главный который затеял со мной неправую тяжбу и однажды вечером я нанес ему столько ударов остерегаясь все же чтобы его не убить в ноги и в руки что обеих ног я его лишил затем я разыскал того другого который купил тяжбу и так же и его тронул так что эта тяжба прекратилась возблагодарив за это и за все другое бога думая тогда пожить немного без того чтобы меня беспокоили я сказал у себя дома моим юношам особенно итальянцам чтобы ради бога каждый занимался своим делом и помог мне некоторое время так чтобы я мог кончить эти начатые работы потому что я скоро их кончу затем я хочу вернуться в Италию не в силах будучи ужиться со злодействами этих французов и что если этот добрый король на меня когда-нибудь разгневается то мне от него придется плохо потому что я для своей защиты учинил много этих самых дел эти сказанные итальянцы были первой и самой дорогой Асканио из неаполитанского королевства из места называемого Тальякоцци другой был Паголо римлянин человек рождения весьма низкого и отец его был неизвестен эти двое были те которых я привез из Рима каковые в сказанном Риме жили у меня другой римлянин который приехал также и он ко мне из Рима нарочно также и этот звался по имени Паголо и был сын бедного римского дворянина из рода Макарони этот юноша немного знал в искусстве но приотменно владел оружием один у меня был который был феррарец и по имени Бартоломео Кьотче фамилия его была Перине и еще один у меня был этот был флорентинец и имя ему было Паголо Мичери и так как его брат который звался по прозвищу Ильгатте этот был искусствен в счетоводстве но слишком много потратил управляя имуществом Томазо Гуаданьи богатейшего купца этот Гатте привел мне в порядок некие книги где я вел счета великого христианейшего короля и других этот Паголо Мичери переняв способ от своего брата с этими моими книгами он мне их продолжал и я ему платил отличнейшее жалование Ильгатте Ильгатте кошка в этих двух первейших вещах которые очень были бы мне досадны одна это то чтобы ты отлично берег мое добро чтобы его у меня не брали и ты сам у меня его не трогай затем ты видишь эту бедную девушку Катерину каковую я держу главным образом для надобности моего искусства потому что без нее я бы не мог кроме того так как я человек я ею пользовался для моих плотских утех и может случиться что она мне учинит ребенка а так как я не желаю содержать чужих детей я также не потерплю чтобы мне было учинено такое оскорбление если бы кто нибудь в этом доме был настолько смел что сделал бы это и я бы это заметил мне право кажется что я бы убил и ее и его поэтому прошу тебя дорогой брат чтобы ты мне помог и если ты что нибудь увидишь сейчас же мне скажи потому что я пошлю к бесу и ее и мать и того кто бы этим занялся поэтому ты сам первый берегись этот мошенник осенил себя крестным знаменем которое достигло от головы до ног и сказал о иисусе благословенный боже меня избави чтобы я когда-либо подумал о чем-нибудь таком во-первых потому что я не привержен к этим делишкам а затем разве вы думаете что я не понимаю того великого блага которое я от вас имею при этих словах видя что они мне сказаны с видом простым и сердечным по отношению ко мне я поверил что все обстоит именно так как он говорит глава 29 и и и и Поэтому я собрался и сказал также и Пагуло, что он должен бы съездить, потому что мне казалось, что я немного утихомирил слегка эту сказанную докучливую тяжбу. Этот юноша ответил мне, говоря, — Право было бы большой ошибкой оставлять дом так один. Посмотрите, сколько у вас тут золота, серебра и камней. — Живя вот этаким образом в городе воров, необходимо остерегаться как ночью, так и днем. Я займусь тем, что буду читать некие мои молитвы, охраняя тем временем дом. Поезжайте со спокойной душой, насладиться и развлечься, другой раз эту обязанность исполнить другой. Так как мне казалось, что можно ехать спокойной душой, то вместе с Пагуло, Асканио и Киочи в сказанный сад мы поехали погулять, и этот день, большой его кусок, провели весело. Когда стало близиться больше к вечеру, после полудня, меня взяла тоска, и я начал думать о тех словах, которые с притворной простотой мне сказал этот несчастный. Я сел на своего коня и с двумя моими слугами вернулся к себе в замок, где я застал Пагуло и эту дрянь Катерину почти что в грехе, потому что, когда я прибыл, эта французская сводница-мать великим голосом сказала «Пагуло, Катерина, хозяин приехал». Видя, как оба они явились испуганные, и когда они наткнулись на меня, совсем переполошенные, сами не зная, ни что они говорят, ни как ошалелые, куда они идут, явно узнался содеянный их грех. Поэтому, так как разум был осилен гневом, я взялся за шпагу, решившись на то, чтобы убить их обоих. Один убежал, другая упала наземь на колени и вопила о небесном милосердии. Я, который хотел было сперва ударить мужчину, так как не мог таким образом настигнуть его сразу, то когда я потом его нагнал, я тем временем рассудил, что самое лучшее будет прогнать их обоих прочь, потому что вместе со стольким другим, случившимся рядом с этим, я с затруднением спас бы жизнь. Поэтому я сказал Пагулу, если бы мои глаза видели то, что ты, негодяй, заставляешь меня думать, я бы десять раз проткнул тебе требуху этой шпагой. А теперь убирайся отсюда, и если тебе придется когда-нибудь читать «Отче наш», то знай, это будет «Отче наш» святого Юлиана. Святой Юлиан почитался заступником всех странников, находящихся в пути, и перед дорогой ему возносили молитву. Перевод этого пассажа не очень понятен, видимо, следует так. То советую помолиться святому Юлиану. Затем я прогнал прочь мать и дочь в толчки, пинки и кулаки. Они задумали отомстить за эту обиду, и, посоветовавшись с одним нормандским поверенным, он их научил, чтобы она сказала, что я имел с нею общение по итальянскому способу. Каковой способ, разумелся, против естества, то есть Содомский, говоря, во всяком случае, когда этот итальянец услышит про такое дело и, зная, сколь много оно опасно, он тотчас же даст вам несколько сот дукатов, чтобы вы об этом не говорили, имея в виду великое наказание, какое учиняется во Франции за этот самый грех. Так они и порешили. На меня возвели обвинение, и я был вызван. Глава 30. Чем больше я искал покоя, тем больше мне являлось терзаний. Обижаемый судьбою каждый день на разные лады, я начал раздумывать, то ли мне сделать, или другое, уехать ли с Богом и бросить Францию на ее погибель, или же выдержать и эту битву и посмотреть, на какой конец создал меня Бог. Долгое время терзался я этим, потом, наконец, приняв решение уехать с Богом, не желая настолько пытать мою превратную судьбу, чтобы она сломала мне шею, Когда я расположился совсем и окончательно, и двинул шаги, чтобы быстро разместить то имущество, которое я не мог взять с собой, а прочее помельче приладил как мог на себе и на своих слугах, Я все же с весьма тяжким моим огорчением совершал этот отъезд. Я остался один в одной моей горенке, потому что эти мои юноши, которые меня поддерживали, что я должен уезжать с Богом, Я им сказал, что было бы хорошо, чтобы я посоветовался немного сам с собой, хотя при всем том я и знаю, что они говорят в большой доле правду, Потому что, когда я буду вне тюрьмы и дам немного улечься этой буре, я гораздо лучше смогу извиниться перед королем, Рассказав в письме это самое смертоубийство, учиненное надо мной единственной из зависти. И, как я сказал, я решил так и сделать. И лишь только я двинулся, я был взят за плечо и повернут, и некий голос, который сказал горячо «Бенвенута», поступи, как всегда, и не бойся. Тотчас же, приняв обратное решение тому, которое у меня было, я сказал этим моим итальянским юношам «Берите доброе оружие и идите со мной, и повинуйтесь тому, что я вам говорю, и ни о чем другом не думайте, потому что я хочу явиться. Если бы я уехал, вы бы все на другой же день пошли дымом, так что повинуйтесь и идите со мной». Все согласно эти юноши сказали, раз мы здесь и живем его добром, мы должны идти с ним и помогать ему, пока есть жизнь, в том, что он предположит. Потому что он сказал вернее, чем думали мы. Как только его не будет в этом месте, его враги нас всех погонят вон. Подумаем хорошенько о великих работах, которые тут начаты. И о том, сколь великой они важности. У нас не хватило бы умения кончить их без него. А его враги говорили бы, что он уехал потому, что у него не хватило умения кончить эти самые предприятия. Они сказали много других дельных слов, кроме этих. Этот римский юноша Макарони первый придал духу остальным. Также позвал он некоторых из этих немцев и французов, которые меня любили. Было нас всех десять. Я двинулся в путь, приготовившись, решив не дать себя заточить живым. Явясь перед уголовных судей, я нашел сказанную Катерину и ее мать. Я застал их, что они смеялись с неким своим поверенным. Я вошел внутрь и смело спросил судью, который, раздутый, толстый и жирный, возвышался над остальными на некоем помость. Увидев меня, этот человек, угрожая головой, сказал тихим голосом, — «Хотя имя тебе — Benvenuto, на этот раз ты пришел плохо». Я расслышал и повторил еще раз, говоря, — «Поскорей со мной кончайте. Скажите мне, что я пришел тут делать». Тогда сказанный судья обернулся к Катерине и сказал ей, — «Катерина, расскажи все, что у тебя было с Benvenuto». Катерина сказала, что я имел с нею общение по итальянскому способу. Судья, обернувшись ко мне, сказал, — «Ты слышишь, что Катерина говорит Benvenuto?» Тогда я сказал, — «Если бы я имел с нею общение по итальянскому способу, я бы делал это единственно из желания иметь ребенка, как делаете вы прочее». Тогда судья возразил, говоря, — «Она хочет сказать, что ты имел с нею общение вне того сосуда, где делают детей». На это я сказал, что это не итальянский способ, а должно быть способ французский, раз она его знает, а я нет. И что я хочу, чтобы она рассказала точно, каким образом я с нею поступал. Эта негодная потаскуха подлым образом рассказала открыто и ясно гнусный способ, который она хотела сказать. Я велел ей это подтвердить три раза один за другим. И когда она это сказала, я сказал громким голосом, — «Господин судья, наместник христианнейшего короля, я прошу у вас правосудия, потому что я знаю, что законы христианнейшего короля за подобный грех уготовляют костер и содеявшему, и претерпевшему. Однако она сознается в грехе. Я ее не знаю никоим образом. Сводница мать здесь, которая за то и другое преступление заслуживает костра, я прошу у вас правосудия». И эти слова я повторял весьма часто и громким голосом, все время требуя костра для нее и для матери. Говоря о судье, что если он не посадит ее в тюрьму в моем присутствии, что я побегу к королю и расскажу несправедливость, которую мне чинит его уголовный наместник. Те при этом в моем великом шуме начали понижать голоса. Тогда я подымал его еще больше. Потаскушка в слезы вместе с матерью. А я, судья, кричал, костер, костер. Этот трусище, видя, что дело прошло не так, как он замыслил, начал более мягкими словами извинять слабый женский пол. Тут я увидел, что я как будто все же выиграл великую битву и, бормоча и грозя, охотно ушел себе с Богом. И я, конечно, заплатил бы пятьсот скуда, лишь бы никогда туда не являться. Выйдя из этой пучины, я от всего сердца возблагодарил Бога и веселый вернулся с моими юношами к себе в замк. Глава 31 Когда превратная судьба, или, скажем, эта наша супротивная звезда берется преследовать человека, у нее никогда не бывает недостатка в новых способах, чтобы выдвинуть их против него. Когда мне казалось, что я вышел из некой неописуемой пучины, когда я уже думал, что хоть на малое время это мое превратное светило должно меня оставить в покое, не успел я перевести дух после этой неописуемой опасности, как оно выдвинуло мне их целых две сразу. На протяжении трех дней со мною приключилось два случая, и в каждом из них жизнь моя была на стрелке весов. Дело в том, что, поехав в Фонтанабелео поговорить с королем, который написал мне письмо, в каковом он хотел, чтобы я сделал чеканы для монет всего его королевства, и с этим письмом прислал мне кое-какие рисуночки, чтобы показать мне часть своего намерения, но вполне давал мне волю, чтобы я делал все то, что мне нравится. Я сделал новые рисунки, сообразно своему разумению и сообразно красоте искусства. Итак, когда я прибыл в Фонтанабелео, один из этих казначеев, которые имели от короля распоряжение снабжать меня, его звали монсеньор Деллафа, каковой тотчас же мне сказал «Бенвенута». «Живописец Болонья получил от короля распоряжение делать ваш большой колосс, и все распоряжения, которые наш король сделал нам относительно вас, он их все отменил и сделал их нам относительно него». Живописец Болонья, то есть Приматиччо, колосс, статуя для фонтана Нам это представилось весьма дурным, и нам казалось, что этот ваш итальянец весьма дерзостно повел себя по отношению к вам, потому что вы уже получили эту работу благодаря вашим моделям и вашим трудам. Он ее у вас отнимает единственно по милости госпожи Детамп, и вот уже много месяцев, как он получил этот заказ, а еще не видно, чтобы он что-либо готовил. Я, изумленный, сказал «Как это возможно, чтобы я ничего об этом не знал?» Тогда он мне сказал, что тот держал его в величайшей тайне, и что он получил его с превеликими трудностями, потому что король не хотел его ему давать. Но старания госпожи Детамп единственно помогли ему его получить. Я, почувствовав себя подобным образом обиженным и столь несправедливо, и увидев, что у меня отнимают работу, каковую я заслужил моими великими трудами, расположившись учинить что-нибудь немалое, с оружием отправился прямо к Болонье. Застал я его у себя в комнате и за своими занятиями. Он велел позвать меня внутрь и с этими своими ломбардскими любезностями сказал мне, какое такое хорошее дело привело меня сюда. Тогда я сказал «Дело отличнейшее и большое». Этот человек велел своим слугам, чтобы они принесли пить и сказал «Прежде чем нам о чем-нибудь беседовать, я хочу, чтобы мы выпили вместе, потому что таков французский обычай». Тогда я сказал «Мессер Франческо, знайте, что те беседы, которые мы имеем с вами вести, не требуют того, чтобы мы сперва пили. Может быть, потом можно будет выпить». Я начал беседовать с ним, говоря «Все люди, которые желают слыть порядочными людьми, делают дела свои так, чтобы по ним узнавалось, что это порядочные люди». А поступая наоборот, они уже не носят имени порядочных людей. Я знаю, что вы знали, что король дал мне сделать этот большой колосс, о каковом говорилось полтора года, и ни вы, ни другие ни разу не выступили, чтобы сказать что-либо об этом. Я же моими великими трудами объявился великому королю, каковой, так как ему понравились мои модели, эту большую работу дал делать мне. И вот уже сколько месяцев, что я ничего не слышал. И только сегодня утром я узнал, что вы ее получили и отняли у меня. Каковую работу я себе заслужил моими удивительными делами, а вы ее у меня отнимаете единственно вашими пустыми словами. Глава тридцать вторая На это Болонь я ответил и сказал «А, бенвенуто!» Каждый старается делать свое дело всеми способами, какими можно. Раз король желает так, то что же еще вы желаете возразить? Вы только зря потратили бы время, потому что мне ее поручили, и она моя. Теперь скажите то, что вы хотите, и я вас выслушаю. Я сказал так. «Знайте, мессер Франческо, что я мог бы вам сказать много слов, каковыми с удивительной и истинной справедливостью я бы заставил вас признать, что такие способы не приняты, как те, что вы учинили и сказали среди разумных животных. Однако я в кратких словах быстро приду к точке заключения, но откройте уши и слушайте меня хорошенько, потому что это важно». Он хотел было встать с места, потому что увидел, что я окрасился в лице и весьма изменился. Я сказал, что еще не время вставать, чтобы он оставался сидеть и слушал меня. Тогда я начал, говоря так. «Мессер Франческо, вы знаете, что работа была сначала моей, и что по мирской справедливости прошло то время, когда кто бы то ни было мог еще об этом говорить. Теперь я вам говорю, что я согласен, чтобы вы сделали модель, а я, кроме той, которую я сделал, сделаю еще другую. Затем мы, ни слова не говоря, снесем их нашему великому королю. И кто таким путем добьется чести, что сделал лучше, тот заслуженно будет достоин колосса. И если вам достанется его делать, я отложу всю эту великую обиду, которую вы мне учинили, и благословлю ваши руки, как более достойные, нежели мои такой славы. Так что остановимся на этом и будем друзьями, иначе мы будем врагами. И Бог, который всегда помогает правоте, и я, который открываю ей дорогу, я вам покажу, в каком вы были великом заблуждении». Мессер Франческо сказал, «Работа моя, и раз она мне дана, я не хочу поступаться своим». Я ему отвечаю, «Мессер Франческо, раз вы не желаете избрать добрый способ, который справедлив и разумен, я вам покажу другой, который будет, как ваш, каковой, дурен и неприятен. Я вам говорю так, что если я когда-нибудь каким-либо образом услышу, что вы говорите об этой моей работе, я тотчас же вас убью, как собаку. И так как мы не в Риме, и не в Болонье, и не во Флоренции, здесь живут по-другому, то если я когда-нибудь узнаю, что вы говорите об этом с королем или с кем другим, я вас убью во что бы то ни стало. Подумайте о том, какой путь вы хотите избрать, этот ли первый добрый, который я сказал, или этот последний плохой, который я говорю». Этот человек не знал ни что сказать, ни что делать, а я был готов учинить это действие охотнее, тогда же, чем класть еще время промеж. Не сказал ничего другого, как эти слова, сказанные Болонье. «Если я буду делать то, что должен делать порядочный человек, я ничего на свете не убоюсь». На это я сказал. Вы хорошо сказали. Но поступая наоборот, бойтесь, потому что для вас это важно. И я тотчас же ушел от него и отправился к королю. И с его величеством долго обсуждал дело с монетами, в каковом мы были не очень согласны, потому что, так как тут же был его совет, они его убеждали, что монеты должны делаться на их французский лад, как они делались до сих пор. Каковым я отвечал, что его величество вызвал меня из Италии для того, чтобы я ему делал работы, которые были бы хороши. И если бы его величество велел мне наоборот, у меня бы никогда душа не потерпела их делать. На этом отложили, чтобы поговорить в другой раз. Я тотчас же вернулся в Париж. Глава 33 Не успел я спешиться, как одна добрая особа из тех, которые находят удовольствие в том, чтобы видеть зло, пришла мне сказать, что Пагало Мечери снял дом для этой потаскушки Катерины и для ее матери, и что он постоянно бывает там, и что, говоря обо мне, он всегда с насмешкой говорит, «Бен Венута дал гусям стеречь латук и думал, что я его не съем. Пусть теперь он грозится и думает, что я его боюсь. Я ношу теперь эту шпагу и этот кинжал, чтобы показать ему, что и моя шпага режет, и что я флорентинец, как и он, из Мечери, много лучшего рода, чем их, Челлини». Этот негодяй, который принес мне это известие, сказал мне его с такой силой, что я тотчас же почувствовал, как меня схватила лихорадка. Я говорю «лихорадка», говоря не в виде сравнения. И так как, может быть, от такой зверской страсти я бы умер, то я избрал лекарством дать ей тот исход, который мне давался этим случаем по тому способу, который я в себе чувствовал. Я сказал этому моему феррарскому работнику, которого звали Кьёчча, чтобы он шел со мной и велел слуге вести за мной следом моего коня. И, прибыв в дом, где был этот несчастный, найдя дверь приотворенной, я вошел внутрь. Я увидел его. Он был при шпаге и кинжале и сидел на сундуке и обнимал Катерину рукой за шею, только что придя. Услышал, как он и ее мать проходились на мой счет. Толкнув дверь, в то же самое время выхватив шпагу, я ему приставил ее острие к горлу, не дав ему времени сообразить, что и у него тоже имеется шпага. И при этом сказал, — Подлый трус! Поручи себя Богу, потому что ты умер. Тот, не шевелясь, сказал три раза, — Мамочка, помогите мне! Я, который имел желание убить его во что бы то ни стало, когда я услышал эти слова, такие глупые, у меня прошла половина злобы. Тем временем я сказал этому моему работнику Кьёче, чтобы он не выпускал ни ее, ни мать, потому что, если я его ударю, то такое же зло я хочу учинить и этим двум потаскухам. Держа по-прежнему острие шпаги у горла, я немного, чуточку его покалывал, все время с устрашающими словами. Затем, когда я увидел, что он совсем никак не защищается, а я не знал уж, что и делать, и этому стращанию, мне казалось, никогда не будет конца, мне пришло в голову на худой конец заставить его на ней с намерением учинить потом мою месть. Так решив, я сказал, — Сними это кольцо, которое у тебя на пальце, трус, и женись на ней, дабы я мог учинить месть, которую ты заслуживаешь. Он тотчас же сказал, — Лишь бы вы меня не убивали, я все сделаю. Тогда, — сказал я, — надень ей кольцо. Я отстранил ему немного шпагу от горла, и он надел ей кольцо. Тогда я сказал, — Этого недостаточно, потому что я хочу, чтобы сходили за двумя нотариусами, дабы это свершилось по договору. Сказав к Йотче, чтобы он сходил за нотариусами, я тотчас же обернулся к ней и к матери. Говоря по-французски, я сказал, — Сюда придут нотариусы и прочие свидетели. Первую из вас, которую я услышу, что она что-нибудь об этом скажет, я тотчас же убью. И я вас убью всех троих. Так что будьте разумны. Ему я сказал по-итальянски, — Если ты возразишь хоть что-нибудь на то, что я предложу, при малейшем слове, которое ты скажешь, я тебя так и стыкаю кинжалом, что ты у меня выпустишь все, что у тебя в кишках. На это он ответил. — С меня достаточно, чтобы вы меня не убивали, и я сделаю то, что вы хотите. Явились нотариусы и свидетели, заключили подлинный договор, и удивительно прошли у меня и злоба, и лихорадка. Я расплатился с нотариусами и ушел. На другой день приехал в Париж Болонья нарочно и велел меня позвать через Маттио дель Назару. Я пошел и застал сказанного Болонью, каковой с веселым лицом вышел мне навстречу, прося меня, чтобы я считал его добрым братом, и что он никогда больше не будет говорить об этой работе, потому что отлично сознает, что я прав. Глава 34. Если бы я не говорил в некоторых из этих моих приключений, что сознаю, что поступил дурно, то те другие, где я сознаю, что поступил хорошо, не сошли бы за истинные. Поэтому я сознаю, что сделал ошибку, желая отомстить столь странным образом Паголо-Метчери. Хотя, если бы я знал, что это такой слабый человек, мне бы никогда не пришла на ум такая постыдная месть, какую я учинил. Потому что мне мало было того, что я заставил его взять в жены такую подлую потаскушку, но еще потом, желая закончить остаток моей мести, я за ней посылал и лепил ее. Каждый день я ей давал по тридцать сольда. И так как я заставлял ее оставаться голой, то она требовала, во-первых, чтобы я платил ей ее деньги вперед, во-вторых, она требовала очень хороший завтрак, в-третьих, я из мести имел с нею общение, попрекая ее и мужа теми разными рогами, которые я ему учинял. В-четвертых, я держал ее в очень неудобном положении по многу и многу часов. И быть в этом неудобном положении ей очень надоедало, настолько же, насколько мне это нравилось, потому что она была прекрасно сложена и приносила мне превеликую честь. И так как ей казалось, что я ей не оказываю того внимания, какое я оказывал раньше, до того, как она вышла замуж, и это было ей весьма в тягость, то она начинала ворчать. И на этот свой французский лад грозилась на словах, упоминая своего мужа, каковой уехал жить к Приору Купуанскому брату Пьеро Строци. Леоне Строци, сын Филиппо Строци, доблестный воин, долгое время находился на французской службе, потом вернулся в Италию, принял участие в войне сиенцев против Козима I, погиб в 1554 году от раны, полученной в битве при Кастильоне Делла Пескайя. И, как я сказал, она упоминала этого своего мужа. А когда я слышал, что о нем говорят, тотчас же на меня находил неописуемый гнев. Однако я его сносил, с неохотой, как только мог, памятуя, что для моего искусства мне не найти ничего более подходящего, чем она. И говорил про себя. Я учиняю здесь две разных мести, первую тем, что она замужем. Это немнимые рога, как его, когда она была для меня потаскухой. Поэтому, если я учиняю эту столь отменную месть по отношению к нему, а также и по отношению к ней такую странность, держа ее здесь, в таком неудобном положении, которое, кроме удовольствия, приносит мне такую честь и такую пользу, то чего же мне еще желать? Пока я подводил этот мой счет, эта дрянь распространялась в этих оскорбительных словах, говоря все время о своем муже, и такое делала и говорила, что выводила меня из границ рассудка. И, отдавшись в добычу гневу, я схватил ее за волосы и таскал ее по комнате, колотя ее ногами и кулаками, пока не устал. И туда никто не мог войти ей на помощь. После того, как я ее порядком потрепал, она стала клясться, что не желает никогда больше ко мне возвращаться. Поэтому первый раз мне показалось, что я очень плохо сделал, потому что мне казалось, что я теряю удивительный случай доставить себе честь. При том же я видел, что она вся истерзана, посинела и распухла, думая, что если она и вернется, то необходимо будет лечить ее недели две, раньше, чем я мог бы ею пользоваться. Глава тридцать пятая Возвращаясь к ней, я послал одну мою служанку, чтобы она помогла ей одеться. Каковая служанка была старая женщина, которую звали Руберта, душевнейшая. И, придя к этой негоднице, она принесла ей снова выпить и поесть. Затем намазала ей немного поджаренным солонинным жиром эти больные ушибы, которые я ей насадил, а прочий жир, который оставался, они вместе съели. Одевшись, она затем ушла, богохульствуя и проклиная всех итальянцев и короля, которые их держат. Так она шла, плача и бормоча, до самого дома. Правда, что первый этот раз мне показалось, что я очень плохо сделал, и моя Руберта меня попрекала и все мне говорила очень в жестокии, что так свирепо колотить такую красивую девочку. Когда я хотел извиниться перед этой моей Рубертой, рассказывая ей про негодяйства, которые чинила и она, и мать, когда жила у меня, на это Руберта меня бронила, говоря, что это пустяки, потому что таков французский обычай, и что она знает, наверное, что во Франции нет мужа, у которого не было бы рожек. На эти слова я рассмеялся и потом сказал Руберте, чтобы она сходила посмотреть, как Катерина себя чувствует, потому что мне было бы приятно, если бы я мог кончить эту мою работу, пользуясь ею. Моя Руберта меня попрекала, говоря мне, что я не умею себя вести, потому что едва настанет день, как она сама сюда придет, тогда как если вы пошлете спросить о ней или навестить, она начнет ломаться и не пожелает идти. Когда настал следующий день, эта сказанная Катерина пришла к моей двери и с великой яростью стучалась в сказанную дверь, так что, будучи внизу, я побежал посмотреть, сумасшедший ли это или кто из домашних. Когда я отворил дверь, эта скотина, смеясь, бросилась мне на шею, обнимала меня и целовала и спросила меня, сержусь ли я еще на нее. Я сказал, что нет. Она сказала, так дайте мне хорошенько закусить. Я дал ей хорошенько закусить и поел с нею в знак мира. Затем принялся ее лепить, и тем временем у нас случились плотские услады, а затем в тот же самый час, что и в прошедший день, она до того меня разбередила, что мне пришлось надавать ей таких же самых колотушек. И так мы продолжали несколько дней, проделывая каждый день все то же самое, как из-под чекана. Немного разнилось от большего к меньшему. Тем временем я, который учинил себе превеликую честь и кончил свою фигуру, приготовился отлить ее из бронзы. В каковой я имел кое-какие трудности, так что было бы прекрасно для надобности искусства рассказать об этом. Но так как я бы слишком задержался, я это обойду. Довольно того, что моя фигура вышла отлично, и это было такое прекрасное литье, какого никогда не делалось. Речь идет о знаменитой нимфе Фонтенбло. Глава 36 Пока эта работа двигалась вперед, я уделял по нескольку часов в день и работал над Солонкой, а иногда над Юпитером. Так как Солонку работало гораздо больше людей, нежели у меня было к тому удобство, чтобы кончать над Юпитером, то уже к этому времени я ее кончил во всем. Король вернулся в Париж, и я к нему отправился, неся ему сказанную оконченную Солонку. Король вернулся 5 апреля 1543 года. Каковая, как я сказал выше, была овальной формы, и величиной была приблизительно в две трети локтя, вся из золота, сработанная при помощи чекана. Солонка эта, через множество мытарств, почти чудом дошла до нас, хранится в Венском музее. И, как я сказал, когда я говорил о модели, я изобразил море и землю, обоих сидящими, и они перемежались ногами, как иные морские заливы заходят внутрь земли, а земля внутрь сказанного моря. Так точно и я придал им это изящество. Морю я поместил в руку трезубец, в правую, а в левую поместил ладью, тонко сработанную, в каковую клалась соль. Под этой сказанной фигурой были ее четыре морских коня, которые по грудь и передние лапы были конские. вся часть от середины кзади была рыбья. Эти рыбьи хвосты приятным образом переплетались вместе, над каковой группой сидело в горделивейшей осанке сказанной море. Вокруг него были многого рода рыбы и другие морские животные. Вода была изображена со своими волнами, затем была отлично помуравлена собственным своим цветом. Для земли я изобразил прекраснейшую женщину с рогом ее изобилие в руке, совсем нагую, точь-в-точь, как и мужчина. В другой ее, левой руке, я сделал храмик ионического строя, тончайше сработанный, и в нем я приспособил перец. Пониже этой женщины я сделал самых красивых животных, каких производит земля. И ее земные скалы я частью помуравил, а частью оставил золотыми. Затем я поставил эту сказанную работу и насадил на подножие из черного дерева. Оно было некой подходящей толщины, и в нем была небольшая выкружка, в каковой я разместил четыре золотых фигуры, сделанных больше, чем в полурельеф. Эти изображали ночь, день, сумерки и зарю. Еще там были четыре других фигуры, такой же величины, сделанные для четырех главных ветров, с такой тщательностью сработанные и частью помуравленные, как только можно вообразить. Когда эту работу я поставил перед глазами короля, он издал возглас изумления и не мог насытиться, рассматривая ее. Затем сказал мне, чтобы я ее отнес к себе домой и что он мне скажет в свое время, что я должен с нею сделать. Я отнес ее домой и тотчас же пригласил нескольких моих дорогих друзей и с ними с превеликим весельем пообедал, поставив солонку посреди стола. И мы были первые, кто ее употребил. Затем я продолжал кончать серебряного Юпитера и большую вазу уже сказанную, всю отделанную многими приятнейшими украшениями и множеством фигур. Глава 37 В это время Болонья, живописец вышесказанный, заявил королю, что было бы хорошо, чтобы его величество отпустил его в Рим и дал ему сопроводительные письма, через каковые он бы мог слепить эти первейшие прекрасные древности, то есть Леоконта, Клеопатру, Венеру, Комода, Цыганку и Аполлона. Леоконт, то есть Лаукоон. Клеопатра, спящая Ариадна, прежде считавшаяся Клеопатрой. Венера, Афродита Кницкая, античная копия с нее. Комод, по-видимому, Геракл в львиной шкуре с ребенком на руках, прежде считавшейся богом Комодом. Цыганка, по-видимому, Диана. Во времена Челлини ее принимали за изображение цыганки. Аполлон, Аполлон Бельведерский. Это действительно самое прекрасное из того, что есть в Риме. И он говорил королю, что когда его величество затем увидит эти изумительные произведения, тогда он сможет рассуждать об изобразительном искусстве, потому что все то, что он видел у нас, современных, весьма далеко от умения этих древних. Король согласился и учинил ему все милости, о которых тот просил. Так уехал себе на беду этот скотина. Так как у него не хватило духу состязаться со мною своими руками, то он избрал этот ломбардский способ, пытаясь принизить мои работы, сделавшись лепщиком древностей. И хотя их ему отлично слепили, для него из этого вышло совершенно обратное следствие, чем то, которое он воображал, о чем будет сказано потом в своем месте. Лепил их Якупо Бороцци, более известный под именем Виньолы, знаменитый архитектор. Когда я совсем прогнал сказанную дрянь Катерину, А этот несчастный бедный юноша и ее муж уехал с Богом из Парижа, то, желая кончить отделкой свою фонтана Беллио, каковая была уже сделана в бронзе, а также, чтобы хорошо сделать эти две победы, которые шли в боковые углы дверного полукружия, я взял одну бедную девушку в возрасте приблизительно лет пятнадцати. Она была очень хороша телосложением и была немного черновата. И так как она была чуточку дикарка и очень неразговорчива, с быстрыми движениями, с хмурыми глазами, то все это было причиной, что я дал ей имя Дичок. Ее настоящее имя было Джанна. С этой сказанной девочкой я отлично закончил в бронзе сказанную фонтана Беллио и обе эти победы, сказанные для сказанной двери. Эта малютка была чиста и девственна, и я ее сделал беременной. Какова я мне родила девочку июня седьмого дня в тринадцать часов дня 1544 года, что было временем как раз сорока четырехлетнего моего возраста. Июня седьмого дня 1544 года это по флорентийскому календарю, согласно которому год начинался 25 марта. Стало быть, Констанца должна была родиться где-то между февралем и мартом. Сказанной девочке я ей дал имя Констанца и крестил мне ее мессер Гвида Гвидя королевский врач превеликий мой друг, как я выше писал. Он был единственным крестным отцом, потому что во Франции таков обычай, чтобы был один крестный отец и две крестных матери, из которых одна была сеньора Маддолена, женами сэр Луиджи Аламани, флорентийского дворянина и удивительного поэта. Другая крестная мать была женами сэр Ричардо Дальбене, нашего флорентийского гражданина, а там крупного купца, она же знатная французская дворянка. Это был первый ребенок, который у меня когда-либо был, насколько я помню. Я назначил сказанной девушке столько денег в приданное, насколько согласилась одна ее тетка, которой я ее отдал, и никогда больше с тех пор ее не знал. Глава 38 Я усерствовал над своими работами и намного подвинул их вперед. Юпитер был почти что кончен, Ваза также. Дверь начинала являть свои красоты. В это время король прибыл в Париж, и хотя я сказал из-за рождения моей дочери от 1540 мы еще были в 1543 но так как мне сейчас уже случилось рассказать об этой моей дочери то, чтобы не мешать себе в остальном более важном я ничего больше о ней не скажу вплоть до своего места. Король приехал в Париж как я сказал и тотчас же пришел ко мне на дом и увидав столько этих подвинутых работ таких что глаза могли вполне удовлетвориться как и было с глазами этого удивительного короля какового настолько удовлетворили сказанные работы насколько может желать тот кто несет труды как понес я он тотчас же сам собой вспомнил что вышесказанный кардинал Феррарский не дал мне ничего ни содержания ничего другого из того что он мне обещал и побормотав со своим адмиралом сказал что кардинал Феррарский повел себя очень плохо что не дал мне ничего но что он хочет исправить эту непристойность потому что он видит что я человек который говорит немного и я когда нибудь был и сгинул возьму и уеду себе с Богом ничего ему не сказав когда они вернулись домой то после обеда его величества он сказал кардиналу чтобы он от его имени сказал его казнохранителю чтобы тот уплатил мне как можно скорее семь тысяч золотых скудо в три или четыре платежа смотря по тому как ему будет угодно лишь бы он этого не приминул и потом заметил ему говоря я вам отдал бенвенута под охрану а вы о нем забыли кардинал сказал что охотно сделает все то что говорит его величество сказанный кардинал по своей дурной природе дал пройти у короля этому желанию тем временем войны возрастали и это было как раз в ту пору когда император со своим огромнейшим войском шел на париж карл пятый уже вступил в шампань и подступал к парижу лета 1544 видев что Франция в великой денежной нужде кардинал найдя однажды случай заговорить обо мне сказал священное величество чтобы сделать лучше я не велел давать денег бенвенута во первых потому что сейчас они слишком нужны другая причина та что такая большая сумма денег вас бы скорее лишила бенвенута потому что решив что он богат он накупил бы себе земель в Италии и как только ему бы взбрела причуда он бы охотнее уехал от вас так что я подумал что было бы лучше чтобы ваше величество подарило ему что-нибудь в своем королевстве имея желание чтобы он остался на более долгое время в его службе король король одобрил эти речи потому что был в денежной нужде тем не менее как благороднейшая душа поистине достойная такого короля каким он был он рассудил что сказанный кардинал сделал это скорее чтобы выслужиться чем по нужде и потому чтобы он мог настолько представить себе вперед нужды такого великого королевства глава тридцать девятая и хотя как я говорил король показал будто одобряет эти его сказанные речи втайне он думал не так потому что как я говорил выше он возвратился в Париж и на следующий день без того чтобы я его побуждал сам по себе пришел ко мне на дом где выйдя к нему навстречу я его повел по разным комнатам где были разного рода работы и начиная с вещей более низких показал ему великое множество бронзовых работ каковых он давно уже не видывал в таком числе затем я повел его посмотреть серебряного Юпитера и показал его почти оконченным со всеми его прекраснейшими украшениями каковой показался ему много более изумительным чем показался бы другому человеку по причине некоего ужасного случая который с ним приключился за несколько лет до того потому что когда после взятия Туниса император проезжал через Париж по уговору со своим кузеном королем Франциском то сказанный король желая сделать подарок достойный столь великого императора велел для него сделать серебряного Геркулеса величиной точь в точь каким я сделал Юпитера каковой Геркулес по признанию короля был самой безобразной работой которую он когда-либо видывал и когда он ее таковой назвал этим парижским искусником каковые считали себя первыми на свете искусниками в этом художестве то они заявили королю что это все что можно сделать из серебра и тем не менее пожелали две тысячи дукатов за эту свою свинячую работу по этой причине когда король увидал эту мою работу он в ней увидел такую отделанность о которой никогда не мог бы и думать так что он рассудил справедливо и пожелал чтобы моя работа с Юпитером была точно так же оценена в две тысячи дукатов говоря тем я не платил никакого жалования а этот которому я плачу жалование около тысячи скуда конечно может мне ее сделать за две тысячи золотых скуда раз он имеет вдобавок это свое жалование затем я его повел посмотреть другие серебряные и золотые работы и много других моделей для измышления новых работ потом перед самым его уходом на моем замковом лугу я открыл этого моего великого гиганта каковому король еще более дивился нежели чему бы то ни было другому и повернувшись к адмиралу какового звали монсеньор Аннибале сказал так как кардинал ничем его не обеспечил то надо непременно благо он и сам ленив просить и ничего не говорит то я хочу чтобы он был обеспечен ведь этим людям которые никогда ни о чем не просят им кажется будто их труды сами о многом просят поэтому обеспечьте его первым же свободным аббатством которое было бы стоимостью до двух тысяч скуда дохода и если это не выйдет целиком то пусть это будет в двух или в трех частях потому что для него это будет все равно монсеньор Аннибале Клод Даннебо близкий к Франциску первому сановник пользовавшийся особым его доверием присутствуя при этом я слышал все и тотчас же принялся его благодарить как если бы я его уже получил говоря его величеству что я хочу когда это наступит трудиться для его величества без всякого вознаграждения ни жалованием ни какой-либо платой за работы до тех пор пока понуждаемой старостью не в силах больше трудиться я не упокою в мире мою усталую жизнь достойно живя на этот доход вспоминая что я служил такому великому королю как его величество на эти мои слова король с великой живостью привесело обратясь ко мне сказал пусть так и будет и его величество довольный от меня ушел а я остался глава сороковая госпожа Дитамп узнав про эти мои дела еще пуще против меня растравилась говоря сама себе я теперь правлю миром а какой-то человечек подобный этому не ставит меня ни во что она принялась со всяческим усердием действовать мне во всем наперекор и когда ей как-то подвернулся под руку некий человек каковой был великий перегонщик он ей дал некоторые благовонные и чудесные воды каковые натягивали ей кожу вещь во Франции да то ли небывалая великий перегонщик Жан-Ле-Ру специалист в области косметики и всяких притираний она его представила королю каковой человек показал некоторые из этих перегонов каковые весьма понравились королю и среди этих забав случилось что он попросил у его величества Же-де-По который имелся у меня в замке с некоими малыми комнатками про каковые он говорил что я ими не пользуюсь этот добрый король который понимал откуда это дело идет не дал никакого ответа госпожа Детамп принялась домогаться теми путями какими женщины могут у мужчин так что ей легко удался этот ее замысел потому что когда она застала короля в любовном расположении каковому он был весьма подвержен он предоставил госпоже все то чего она желала пришел этот сказанный человек вместе с казначеем Грулье знатнейшим французским вельможей Жан Грулье суперинтендант финансов меценат и коллекционер и так как этот казначей отлично говорил по-итальянски то он пришел ко мне в замок и вошел в него в мое присутствие заговорив со мною по-итальянски пошучивая улучив удобный момент он сказал я ввожу во владение от имени короля этого вот человека этим жедепомом и этими строеницами которые к сказанному жедепому принадлежат на это я сказал священному королю принадлежит все однако вы могли бы войти сюда более открыто потому что таким способом учиненным путем нотариусов и суда это скорее похоже на путь обмана нежели на подлинный приказ столь великого короля и я вам заявляю что прежде чем пойти жаловаться королю я буду защищаться тем способом как его величество третьего дня мне велел чтобы я сделал и выкину вам этого человека которого вы мне сюда водворили в окна если я не увижу другого прямого приказа собственную рукою короля на эти мои слова сказанный казначей ушел грозя и ворча а я делая то же самое остался и тогда не хотел учинять какого-либо иного оказательства затем отправился я к этим нотариусам которые ввели его во владение это были хорошие мои знакомые и они мне сказали что это был обряд учиненный действительно по приказу короля но что это не так уж важно и что если бы я оказал ему хоть некоторые сопротивления то он не вступил бы во владение как он это сделал и что это дела и обычаи судебные каковые ничуть не касаются повиновения королю так что если бы мне удалось изгнать его из владения таким же способом как он в него вступил то это будет хорошо и ничего другого не будет мне было достаточно чтобы мне намекнули и на следующий день я начал браться за оружие и хотя у меня были некоторые трудности мне это понравилось каждый день по разу я учинял нападения камнями пиками аркибузами заряжая однако без пули но наводил на них такой страх что никто уже не желал прийти ему на помощь поэтому видя однажды что он сражается слабо я силою вступил в дом и выгнал его оттуда выбросив ему вон все то что он туда принес затем я прибег к королю и сказал ему что я поступил точь в точь так как его величество мне велел защищаясь против всех тех кто желал мне помешать в службе его величеству на это король рассмеялся и выдал мне новую бумагу по каковой меня не могли уже притеснять новую бумагу то есть дарственную на маленький нель глава сорок первая тем тем временем с великим тщанием я закончил своего прекрасного серебряного юпитера вместе с его золоченым подножием каковое я поместил на деревянном цоколе который был мало заметен дальнейшая его судьба совершенно неизвестна и в этот деревянный цоколь я вставил четыре шарика из твердого дерева каковые были более чем наполовину скрыты в своих гнездах наподобие взвода у самострела все это было так хорошо прилажено что маленький мальчик легко во все стороны без малейшего труда двигал взад и вперед и поворачивал сказанную статую юпитера устроив ее по своему я отправился с нею в фонтанабеле он где был король между тем вышесказанный болонья привез из рима вышесказанные статуи и с великим тщанием велел их отлить из бронзы я который ничего об этом не знал как потому что он исполнил эту свою работу весьма тайно и потому что фонтанабеле удален от парижа больше чем на 40 миль поэтому я ничего не мог знать когда я попросил сказать королю где он желает чтобы я поставил юпитера так как при этом присутствовала госпожа дитамп то она сказала королю что нет места более подходящего чтобы его поставить чем в его красивой галерее это была как мы бы сказали в Тоскане лоджия или переход скорее переходом можно бы ее назвать потому что лоджиями мы называем такие комнаты которые открыты с одной стороны комната эта была длиною много больше ста шагов и была украшена и прибогата живописью руки этого удивительного Россо нашего флорентинца а между картин было размещено множество изваянных работ частью круглых частью барельефных была она шириной шагов двенадцать приблизительно вышесказанный Болонья поместил в этой сказанной галерее все вышесказанные античные произведения сделанные в бронзе и отлично исполненные и расставил их в прекраснейшем порядке возвышающемся на своих подножьях и как я выше сказал это были самые прекрасные вещи повторенные с античных римских в эту сказанную комнату я внес моего Юпитера и когда я увидел эти великие приготовления сделанные все с умыслом я сказал себе это тоже что пройти сквозь копья уж пусть мне бог поможет установив его на его место и насколько я мог отлично расположив я стал ждать чтобы пришел этот великий король имел сказанный Юпитер в правой своей руке прилаженной молнию как если бы собирался ее метнуть а в левую я ему приладил мир посреди пламени я с большой ловкостью вставил кусок белого факела и так как госпожа Дитамп задержала короля до самой ночи чтобы причинить одно из двух зол либо он не пришел либо чтобы мое произведение из-за ночь показалось менее прекрасным и как бог обещает тем созданиям которые в него верят случилось как раз обратное потому что увидав что настала ночь я зажег сказанный факел который был в руке у Юпитера и так как он был несколько приподнят над головой сказанного Юпитера то свет падал сверху и получался гораздо более красивый вид чем получился бы днем появился сказанный король вместе со своей госпожой Дитамп с дофином сыном своим и с дофиной теперешним королем с королем Наварским своим Шурином с госпожой Маргаритой своей дочерью и с некоторыми другими вельможами каковы были нарочно подучи на госпожой Дитамп говорить против меня Теперешним королем которые 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 придано сказанной фигуре благо она была очень хорошо сделана она казалась как бы живой и оставляя немного сказанные античные фигуры позади я сразу же давал большое удовольствие глазам моим произведением тотчас же король сказал это много прекраснее всего того что когда-либо видел человек и хоть я и любитель и знаток я не мог бы себе представить и сотой доли этого эти вельможи которые должны были говорить против меня казалось не могли насытиться восхваляя сказанное произведение госпожа Дитамп дерзко сказала можно подумать что у вас нет глаз или вы не видите сколько прекрасных античных фигур из бронзы стоит вон там в каковых и состоит подлинная суть этого искусства а не в этих современных безделицах тогда король двинулся и остальные за ним и взглянув на сказанные фигуры а они так как свет падал на них снизу не имели никакого вида на это король сказал тот кто хотел повредить этому человеку оказал ему великую услугу потому что при посредстве этих чудесных фигур видишь и понимаешь что это вот его фигура намного прекраснее и удивительнее чем они поэтому надо высоко ставить бенвенута потому что его произведения не только достигают сравнения с античными но и превосходит на это госпожа дитамп сказала что если посмотреть на эту работу днем то она покажется в тысячу раз хуже чем кажется ночью к тому же надо заметить что я накинул на эту фигуру покрывало чтобы прикрыть недостатки это было тончайшее покрывало которое я с большим изяществом накинул на сказанного Юпитера чтобы прибавить ему величие каковое при этих словах я взял приподняв снизу открывая эти прекрасные детородные части и с некоторой явной досадой все его и задрал она подумала что я ему открыл эту часть ради личной насмешки король заметил это негодование а я побежденный страстью хотел заговорить тотчас же мудрый король сказал доподлинно такие слова на своем языке бенвенуту я тебя лишаю слова поэтому молчи и ты получишь больше сокровищ чем даже желаешь в тысячу раз не будучи в состоянии говорить я в великой ярости корчился отчего она еще сердитие ворчало и король гораздо скорее чем он иначе сделал бы ушел говоря громко чтобы придать мне духу что он достал из Италии величайшего человека который когда-либо рождался полного стольких художеств глава 42 оставив там Юпитера когда я наутро хотел уехать он велел дать мне тысячу золотых скуду частью это было мое жалование частью по счетам которые я показал что истратил из своих оставив там Юпитера то есть одну из двенадцати заказанных ему статуй светильников дальнейшая судьба этой работы неизвестна взяв деньги веселый и довольный я вернулся в Париж и как только я приехал повеселившись дома я после обеда велел принести всю свою одежду каковой было великое множество шелка отборнейших мехов а также тончайших сукон ее я раздал всем этим моим работникам в подарок жалуя ее смотря по достоинствам этих слуг вплоть до служанок и конюхов придавая всем духу чтобы помогали мне от всего сердца набравшись снова сил я с превеликим усердием и старанием принялся заканчивать эту великую статую Марса каковую я сделал из брусьев отлично пригнанных в виде остова дальше описываемого здесь колосса Марса 1543 дело не пошло да и колосс этот вскоре был разрушен а поверх этого его мясом была кора толщиной восьмушку локтя сделанная из гипса и тщательно сработанная затем я определил вылепить сказанную фигуру из многих кусков а потом связать ее в лапу как учит искусство что мне было весьма легко сделать не хочу приминуть дать доказательство этой громадной работы нечто поистине достойное смеха потому что я приказал всем тем кого я содержал чтобы ко мне в дом и в замок ко мне не приводили непотребных женщин и за этим я очень следил чтобы этого не случалось был этот мой молодой Асканио влюблен в красивейшую девушку а та в него поэтому эта сказанная девушка убежав от матери придя однажды ночью к Асканио и не желая затем от него уходить а он не зная куда бы ее спрятать в конце концов как человек изобретательный поместил ее внутри фигуры сказанного Марса и в самой его голове устроил ее спать и там она прожила долго а ночью он иногда тихонько ее доставал так как эту голову я оставил очень близкой к окончанию а из некоторого тщеславия я оставлял открытой сказанную голову каковую можно было видеть из большей части города Парижа то начали те кто был ближе по соседству влезать на крыши и ходили многие народы нарочно ее посмотреть а так как был слух по Парижу что в этом моем замке из древля обитает дух чему я не видел ни одного доказательства чтобы поверить что это правда сказанный дух повсюду в парижской черни называли именем леммонио борер и так как эта девушка которая обитала в сказанной голове иной раз не могла чтобы через глаза не было видно легкое некое движение то некоторые из этих глупых народов говорили что этот сказанный дух вошел в это тело этой великой фигуры и что он заставляет эту голову двигать глазами и ртом как если бы она хотела заговорить и многие испугавшись уходили а иные хитрецы придя посмотреть и не в состоянии будучи разувериться в этом мигании глаз которые учиняла сказанная фигура так же и они утверждали что там имеется дух не зная что там имелся и дух и знатное тело в придачу называли именем леммонио борео предположительно монах палач глава 43 тем временем я был занят сборкой моей красивой двери совсем ниже описанным для парка фонтенбло а так как я не имею намерения описывать в этой моей жизни такие вещи которые принадлежат тем кто пишет летописи то я оставил в стороне нашествие императора с его великим войском и короля со всей его вооруженной силой и в эти времена он обратился ко мне за советом чтобы спешно укрепить Париж он нарочно пришел за мною на дом и повел меня вокруг всего города Парижа к городу подступали войска Карла Пятого и услыхав с каким здравым смыслом я им успешно укрепил Париж он дал мне прямое распоряжение чтобы все что я сказал я тотчас же исполнил и приказал своему адмиралу чтобы тот приказал этим народом чтобы они меня слушались под властью его немилости адмирал который был сделан таковым через покровительство госпожи тамп а не за свои добрые дела будучи человеком малого ума а так как имя его было монсеньор д ангебо хоть на нашем языке это значит монсеньор д аннибале но на тамошнем их языке это звучит так что эти народы большей частью называли его монсеньоры азинобуэ эта скотина передал все это госпожи детамп и она ему велела чтобы он спешно вызвал джиролимо белармато азинобуэ то есть клод даннебо азинобуэ осел бык джиролимо белармато джиролимо белармати сиенский военный инженер изгнанный из Италии поступил на французскую службу это был сиенский инженер и он был в Диеппе удаленном от Парижа немногим больше чем на день пути он тотчас же приехал и так как он принялся укреплять самым долгим способом то я устранился от этого предприятия и если бы император двинулся вперед он бы с большой легкостью взял Париж действительно говорят что при том договоре который потом был заключен госпожа Детамп которая больше чем кто-либо другой в нем участвовала предала короля действительно ходили слухи что из ревности к другой фаворитке Диане Депуатье она помешала разрушению моста Веперне который открывал войскам Карла Пятого беспрепятственную дорогу в город Франциск вынужден был заключить мир на условиях Карла Пятого Большего мне не приходится сказать об этом потому что мне это ни к чему я принялся с великим усердием собирать мою бронзовую дверь и кончать эту большую вазу и две других средних сделанных из моего серебра после этих треволнений приехал добрый король отдохнуть немного в Париж так как эта проклятая женщина словно родилась на погибель миру то мне все же кажется что я что-нибудь дозначу раз она меня считала главным своим врагом заведя как-то речь с этим добрым королем о моих делах она ему наговорила столько дурного про меня что этот добрый человек дабы угодить ей начал клясться что никогда больше не будет со мною считаться как если бы никогда меня не знал эти слова мне тотчас же пришел сказать один паш кардинала феррарского которого звали вилла и сказал мне что сам их слышал из уст короля это привело меня в такой гнев что раскидав кругом все свои орудия и все работы так же я собрался уезжать с богом и тотчас же отправился к королю после его обеда я вошел в комнату где был его величество с весьма немногими особыми и когда он увидел что я вошел и когда я сделал ему этот положенный поклон который подобает королю он тотчас же с веселым лицом кивнул мне головой поэтому я возымел надежду и начал мало-помалу приближаться к его величеству потому что показывались кое-какие вещи по части моего художества и когда поговорили немножко о сказанных вещах его величество спросил меня нет ли у меня дома чего-нибудь красивого чтобы ему показать затем он сказал когда я хочу чтобы он пришел их посмотреть тогда я сказал что я готов показать ему кое-что если бы он пожелал сейчас же он тотчас же сказал чтобы я шел домой и что он сейчас придет глава 44 я отправился поджидая этого доброго короля каковой пошел попрощаться с госпожой Детамп пожелав узнать куда он идет потому что она говорила что хотела бы ему сопутствовать и когда король ей сказал куда он идет она сказала его величеству что не хочет с ним идти и что она его просит чтобы он сделал ей такую милость на этот день и не ходил так же и сам ей пришлось возвращаться к этому больше двух раз желая отвратить короля от этого намерения в этот день он ко мне на дом не пришел на другой затем день я вернулся к королю в тот же самый час как только он меня завидел он поклялся что хочет тотчас же прийти ко мне на дом когда он по своему обыкновению пошел проститься со своей госпожой Детамп то увидав что при всей своей власти ей не удалось отвлечь короля она начала своим кусачим языком говорить столько дурного про меня сколько можно наговорить про человека который был бы смертельным врагом этой достойной короны на это добрый этот король сказал что хочет сходить ко мне на дом только для того чтобы разнести меня так чтобы я испугался и обещал госпоже Детамп так и сделать и тотчас пришел на дом где я его повел в некие большие нижние комнаты в каковых я собрал всю эту мою большую дверь и подойдя к ней король остался до того ошеломленным что не находил пути чтобы наговорить мне ту великую брань которую он обещал госпожи Детамп но и тут он не хотел приминуть найти повод наговорить мне эту обещанную брань и начал говоря ведь это все-таки удивительное дело бен винуты и такие люди как вы хоть вы и даровиты должны бы понимать что эти ваши дарования сами по себе вы не можете выказывать и вы себя выказываете великими только благодаря случаям которые получаете от нас и вам бы следовало быть немного послушнее и не такими гордыми и самочинными я помню что приказал вам точно чтобы вы мне сделали двенадцать серебряных статуй и это было единственное мое желание вы у меня пожелали сделать солонку и вазы и головы и двери и всякие другие вещи так что я весьма теряюсь видя что вы оставили в стороне все желания моей воли и занялись угождением всем вашим желаниям так что если вы думаете поступить таким образом я вам покажу как я имею обыкновение поступать когда желаю чтобы делалось по-моему поэтому я вам говорю старайтесь повиноваться тому что вам сказано потому что упорствуя в этих ваших прихотях вы будете биться головой об стену и пока он говорил эти слова все эти господа стояли на стороже видя что он трясет головой хмурит глаза то одной рукой то другою делает знаки так что все эти люди которые там присутствовали дрожали от страха за меня потому что я решил не бояться ни чуточки глава 45 и как только он кончил учинять мне это стращание которое он обещал своей госпоже Детамп я опустился на одно колено и поцеловав ему платье у его колена сказал священное величество я подтверждаю что все что вы говорите правда но только я ему говорю что сердце мое было постоянно день и ночь со всеми моими жизненными силами направленные единственно к тому чтобы повиноваться ему и служить ему а все то что вашему величеству кажется будто находится в противности тому что я говорю то да будет ведомо вашему величеству что это был не бен вен вен то а быть может мой злой рок или жестокая судьба каковая пожелала сделать меня недостойным служить самому изумительному государю который когда-либо имелся на земле поэтому я вас прошу чтобы вы меня простили но только мне казалось что ваше величество дали мне серебра на одну только статую и не имея своего я не мог сделать больше чем эту а из того немногого серебра которое отсказанной фигуры у меня осталось я из него сделал эту вазу чтобы показать вашему величеству эту прекрасную манеру древних каковую быть может раньше вы в таком роде еще не видели что до солонки то мне казалось если я верно помню что ваше величество сами у меня ее потребовали однажды когда зашла речь об одной которую вам принесли поэтому когда я вам показал модель каковую я сделал еще в Италии вы по собственному своему требованию велели тотчас выдать мне тысячу золотых дукатов чтобы я ее сделал говоря что признательны мне за это и особенно мне казалось что вы много меня благодарили когда я вам ее дал оконченной что до двери то мне казалось что беседуя о ней при случае ваше величество отдали приказание монсеньору де велруа своему первому секретарю каковой приказал монсеньору де мармания и монсеньору дель аппа чтобы с этой работой они меня торопили и чтобы они меня обеспечили монсеньор дель аппа тот самый которого в главе 31 2 книги чилини называет де лафа а без этих приказаний сам по себе я бы никогда не мог подвинуть вперед столь великие предприятия что до бронзовых голов и подножий к юпитеру и остального то головы я сделал действительно сам от себя чтобы испытать эти французские глины каковых я как чужеземец совсем не знал а не сделав опыта над сказанными глинами я бы не взялся отливать эти большие работы что до подножий то я их сделал потому что мне оказалось что это отлично подходит в придачу к этим самым фигурам поэтому все то что я делал я думал что делаю к лучшему и отнюдь не отклоняюсь от желаний вашего величества правда что этого великого колосса я сделал всего в том виде как он есть за счет моего кошелька единственно потому что мне казалось что раз вы такой великий король то такой малый художник как я должен сделать для вашей славы и для моей статую каковой у древних не было никогда узнав теперь что богу не было угодно удостоить меня столь почетной службы я у вас прошу чтобы взамен той почетной награды которую ваше величество предназначило моим трудам оно мне просто уделило немного благоволения и отпустило меня на волю потому что если оно меня этого удостоит я в тот же миг уеду возвращаясь в италию вечно благодаря бога и ваше величество за те счастливые часы которые я провел в его службе глава 46 он взял меня собственными руками и с великой обходительностью поднял меня с колен затем он сказал мне что я должен согласиться ему служить и что все что я сделал хорошо и он очень доволен и обернувшись к этим господам сказал доподлинно такие слова мне право кажется что если бы для рая нужны были двери то прекраснее этой ему бы не найти когда я увидел что немного остановилась живость этих слов каковые были все в мою пользу я снова с превеликим поклоном его поблагодарил повторяя однако что хочу увольнение потому что у меня не прошел еще гнев когда этот великий король увидал что я не придал той цены какую следовало этим его необычным и великим ласкам он приказал мне громким и устрашающим голосом чтобы я не говорил больше ни слова не то горе мне и потом прибавил что утопит меня в золоте и что он дает мне разрешение чтобы после работ порученных мне его величеством на все то что я сделаю в промежутке от себя он вполне согласен и что никогда больше у меня не будет с ним разногласия потому что он меня узнал и чтобы и я также постарался узнать его величество как этого требует долг я сказал что благодарю бога и его величество за все затем попросил его чтобы он пошел посмотреть большую фигуру как я ее подвинул вперед и он пошел за мной я велел ее открыть эта вещь привела его в такое изумление что и представить себе нельзя и он тотчас же велел одному своему секретарю чтобы тот немедленно вернул мне все деньги которые я истратил из своих какая бы сумма ни была раз только я ее напишу собственной рукой затем он ушел и сказал мне до свидания дорогой мой каковое великое слово королями не употребляется глава 47 возвратясь к себе во дворец он начал повторять великие слова столь удивительно смиренные и столь возвышенно горделивые которые я употребил с его величеством каковые слова премного его рассердили и рассказывая некоторые подробности этих слов в присутствии госпожи де Тамп где был монсеньор де Санполо знатный французский барон де Санполо знатный французский барон Франсуа де Бурбон граф де Сенполь выдающийся французский военачальник и личный друг Франциска Первого перенесший с ним пленение в Павии этот человек явил в прошлом весьма великие свидетельства тому что он не друг и действительно на этот раз он с большим искусством по-французски доказал это потому что после многих разговоров король пожаловался на кардинала Феррарского что отдал меня ему под охрану а тот ни разу с тех пор и не подумал обо мне и что не по вине кардинала случилось что я не уехал с Богом из его королевства и что он в самом деле подумает о том чтобы отдать меня под охрану какому-нибудь лицу который знает меня лучше чем кардинал Феррарский потому что он не желает больше давать мне повода лишиться меня на эти слова тотчас же предложил себя монсеньор ди Санполо говоря королю чтобы он отдал меня под охрану ему и что он сделает так что у меня никогда больше не будет причин уезжать из его королевства на это король сказал что он вполне согласен если Санполо скажет ему способ которого тот хочет держаться чтобы я не уезжал госпожа которая при этом присутствовала очень дулась и Санполо вел себя осторожно не желая сказать королю того способа которого он хочет держаться король снова его спросил и он чтобы угодить госпожи детам сказал я бы его повесил за горло этого вашего бенвенута и таким способом вы бы его не утратили из вашего королевства тотчас же госпожа детамп подняла великий смех говоря что я вполне этого заслужил на это король за компанию рассмеялся и сказал что вполне согласен чтобы Санполо меня повесил если только он приищет ему другого равного мне но хоть я этого нисколько не заслужил он дает ему полную волю сказанным образом кончился этот день и я остался здрав и невредим за что Богу хвала и благодарение глава 48 тем временем король замирил войну с императором но не с англичанами так что эти дьяволы держали нас в великом треволнении замирил войну миром в крыспи 1544 год с англичанами война окончилась лишь в 1546 году так как голова у короля была занята совсем другим нежели удовольствиями то он велел Пьеро Стротсе чтобы тот повел некие галеры в эти английские моря Пьеро Стротсе погиб в 50 лет при осаде что было делом при великим и трудном повезти их туда даже для этого удивительного воина единственного в свои времена в этом ремесле и столь же единственно злосчастного прошло несколько месяцев как я не получал денег и никаких распоряжений работать так что я отослал всех моих работников кроме этих двух итальянцев каковым я велел делать две небольших вазы из моего серебра потому что они не умели работать из бронзы когда они кончили обе вазы я с ними поехал в один город который принадлежал королеве наварской зовется он Арджентана и удален от Парижа на много дней пути Арджентан город в Нормандии прибыл я в сказанное место и застал короля нездоровым кардинал Феррарский сказал его величеству что я приехал в это место на это король ничего не ответил и это было причиной что мне пришлось на много дней задержаться и право никогда еще я так не досадовал все ж таки через несколько дней я к нему однажды вечером явился и представил его глазам эти две красивых вазы каковые чрезвычайно ему понравились когда я увидал что король отлично расположен я попросил его величество чтобы он соблаговолил сделать мне такую милость чтобы я смог съездить в Италию и что я оставлю семь месяцев жалования которые мне должны каковые деньги его величество соизволит распорядиться потом мне заплатить если бы они мне потребовались для моего возвращения я просил его величество чтобы он оказал мне эту такую милость ибо тогда поистине время было воевать а не воять еще и потому что его величество разрешил это своему живописцу Болоньи поэтому я почтительнейше его просил чтобы он соблаговолил удостоить этого также и меня король пока я ему говорил эти слова рассматривал с превеликим вниманием обе эти вазы и по временам пронзал меня этаким своим ужасным взглядом я же как только мог и умел просил его чтобы он оказал мне эту такую милость вдруг я увидел его разгневанным и он встал с места и сказал мне по-итальянски бенвенуто вы великий чудак свезите эти вазы в Париж потому что я хочу их позолоченными и не дав мне никакого другого ответа ушел я подошел к кардиналу Феррарскому который тут же присутствовал и просил его раз уж он сделал мне такое добро изъяв меня из римской темницы то чтобы заодно со столькими другими благодеяниями он оказал мне еще и это чтобы я мог съездить в Италию сказанный кардинал мне сказал что весьма охотно сделает все что может чтобы сделать мне это удовольствие и чтобы я спокойно предоставил заботу об этом ему и даже если я хочу я могу спокойно ехать потому что он отлично поддержит меня перед королем я сказал сказанному кардиналу что так как я знаю что его величество отдал меня под охрану его высокопреосвященству и раз оно меня отпускает то я охотно уеду чтобы вернуться по малейшему знаку его высокопреосвященства тогда кардинал сказал мне чтобы я ехал в париж и ждал там неделю а он тем временем и спросит милость у короля чтобы я мог ехать и в случае если король не согласится чтобы я уезжал он непременно меня известит поэтому если он мне ничего не напишет это будет знаком что я могу спокойно ехать глава 49 уехав в париж как мне сказал кардинал я сделал чудесные ящики для этих трех серебряных ваз когда прошло двадцать дней я собрался а эти три вазы навьючил на мула каковым меня одолжил вплоть до леона епископ повийский какового я снова поселил у себя в замке и поехал я на свою беду вместе с сеньором и полито гонзаго каковой сеньор состоял на жаловании у короля и содержался графом галеотто дэлла мирандела и с некоторыми другими господами сказанного графа еще присоединился к нам леонардо тэдальди наш флорентинец я оставил асканио и пауло охранять мой замок и все мое имущество среди какового были некие начатые вазочки каковые я оставлял чтобы эти юноши не останавливались еще еще там было много домашнего скарба большой стоимости потому что жил я весьма пристойно стоимость этого моего сказанного имущества была свыше тысячи пятисот скудо я сказал асканио чтобы он помнил какие великие благодеяния он от меня имел а что до тех пор он был неразумным мальчишкой что теперь ему пора иметь разум мужчины поэтому я хочу оставить под его охраной все мое имущество вместе со всей моей честью что если он что-нибудь услышит от этих скотов французов то пусть тотчас же меня об этом известит потому что я возьму почтовых и полечу откуда бы я ни был как ради великого моего обязательства перед этим добрым королем так и ради моей чести сказанный Асканио с притворными и воровскими слезами сказал мне я никогда не знавал лучшего отца чем вы и все что должен делать добрый сын по отношению к своему доброму отцу я всегда буду делать по отношению к вам так в добром согласии я уехал со слугою и с маленьким мальчуганом французом когда миновал полдень пришли ко мне в замок некие из этих казначеев каковы отнюдь не были моими друзьями эти негодные сволочи тотчас же сказали что я уехал с королевским серебром и сказали миссер Гвидо и епископу Павийскому чтобы они живо послали за королевскими вазами не то они пошлют за ними вдогонку мне к весьма великой для меня неприятности епископ и миссер Гвидо гораздо больше испугались нежели то требовалось и живо послали мне вдогонку на почтовых этого предателя Асканио каковой появился Аполуночь а я который не спал сам с собой упечаловался говоря на кого я оставляю мое имущество мой замок о что это за судьба моя которая меня силит предпринимать это путешествие только бы кардинал не был заодно с госпожой Детамп какова я ничего другого на свете не желает как только чтобы я утратил милость этого доброго короля Глава 50 Пока я сам с собой вел это препирательство я услышал что меня зовет Асканио и я сразу встал с постели и спросил его добрые или печальные вести он мне привез этот разбойник сказал вести я привез добрые но только надо чтобы вы вернули обратно эти три вазы потому что эти негодяи казначеи кричат караул так что епископ и миссер Гвидо говорят чтобы вы их вернули во что бы то ни стало а в остальном пусть ничего вас не заботит и поезжайте благополучно услаждаться этим путешествием я ему тотчас же отдал вазы моих с серебром и всем остальным я их вез в аббатство кардинала Феррарского в Лионе потому что хоть меня и ославили будто я хотел увезти их с собой в Италию всякому хорошо известно что нельзя вывозить ни денег ни золота ни серебра без великого разрешения вот и нужно рассудить мог ли я вывезти эти три большие вазы каковы занимали с их ящиками целого мула правда что так как вещи это были очень красивые и большой ценности я опасался смерти короля потому что действительно оставил его очень нездоровым и говорил себе если это случится то имея их в руках у кардинала я не могу их потерять и так словом я отослал сказанного мула с вазами и другими важными вещами и со сказанной компанией на следующее утро собрался ехать дальше но всю как есть дорогу не мог удержаться от того чтобы не вздыхать и не плакать однако же по временам я утешался богом говоря господи боже ты который знаешь правду ты ведаешь что это моя поездка только для того чтобы свести благостанью шестерым бедным жалким девушкам и матери их моей родимой сестре что хоть у них и есть отец но он так стар а ремесло его ничего не приносит и они легко могли бы пойти дурной дорогой так что делая это благочестивое дело я чаю от твоего величества помощи и совета это и было все то увеселение которое я имел едучи дальше когда мы находились однажды от леона в одном дне пути было около двадцати двух часов небо начало издавать какие-то сухие громы и воздух был прибелый я был впереди моих спутников на самострельный выстрел после громов небо издавало шум такой великий и такой устрашающий что я про себя решил что это судный день и чуть я остановился немного начал падать град без единой капли воды он был величиною больше сорбаканных пулек и колотя меня делал мне очень больно мало по малу он начал крупнеть так что стал как пульки самострела увидав что лошадь моя сильно испугалась я повернул ее обратно с превеликой поспешностью вскач пока не встретил моих спутников каковые от такого же страха остановились в сосновом лесу град крупнел как крупные лимоны я запел миссереры и в то время как я таким образом благоговейно говорил к богу упало одно из этих зерен такое крупное что сломало толстейшую ветку той самой сосны где мне казалось что я безопасен другая часть этих зерен ударила в голову моей лошади которая чуть не упала на землю и меня задело одно но не прямо а то бы убило меня также задело одно этого бедного старика Леонардо Тедальди так что он который стоял как и я на колени их упал на руки тогда я быстро увидав что эта ветка уже не может меня защитить и что кроме миссереры надо что-то сделать начал складывать у себя на голове одежду и также сказал Леонардо который звал на помощь Иисусе Иисусе что тот ему поможет если он сам себе поможет мне стоило куда большего труда спасти его чем себя самого это длилось долго но потом перестало и мы совсем избитые снова как могли сели на коней и пока мы ехали к жилью показывая друг другу ссадины и ушибы мы застали на милю дальше настолько большее разрушение чем наше что кажется невозможным это и сказать все деревья были оголены и обломаны и столько убитых животных сколько он их застег и много пастухов тоже убитых мы видели великое множество этих градин каковых нельзя было бы обхватить двумя руками нам показалось что мы дешево отделались и мы поняли тогда что призывание бога и эти наши миссерере больше нам послужили чем мы сами могли бы то сделать так благодаря бога мы приехали в лион на другой затем день и там остановились на неделю по прошествии недели очень хорошо отдохнув мы продолжали путь и очень счастливо миновали горы там я купил маленькую лошадку потому что кое-какая небольшая кладь немного утомила моих лошадей глава 51 после дня пути в италии нас настиг граф галеотто дэла мирандела каковой проезжал на почтовых и остановившись вместе с нами сказал мне что я сделал ошибку что уехал и что я должен не ехать дальше потому что дела мои если я сразу вернусь пойдут лучше чем когда-либо но что если я поеду дальше то я уступлю поле моим врагам и удобство делать мне зло так что если я сразу вернусь то загражу им дорогу в том что они замыслили против меня а те кому я больше всех верю и суть те кто меня обманывает он мне не хотел сказать ничего другого как только то что отлично это знает а кардинал феррарский сговорился с этими двумя моими мошенниками которых я оставил стеречь все мое добро сказанный молодой граф повторил мне много раз что я должен вернуться во что бы то ни стало сев на почтовых он поехал дальше а я из-за вышесказанной компании также решился ехать дальше у меня было томление в сердце то доехать наискорейше до Флоренции то вернуться во Францию я был в такой муке от этой нерешительности что наконец решил сесть на почтовых чтобы быстро доехать до Флоренции с первой почтой я не сговорился поэтому я принял твердое намерение ехать мучиться во Флоренцию покинув компанию сеньора Ипполита Гонзага который взял путь чтобы ехать в Миранделу а я на Парму и Пьяченцу и когда я приехал в Пьяченцу я встретил на улице герцога Пьер Луиджи каковой на меня посмотрел и меня узнал и я который знал что все то зло которое со мною было в римском замке святого ангела причиной ему был всецело он меня привело в немалую страсть увидеть его и не ведая никакого способа уйти из его рук я решил сходить ему представиться и пришел как раз когда убрали со стола и были с ним те самые люди из дома Ланди которые потом были те кто его убил некий Агустино один из заговорщиков он должен был наблюдать за крепостными воротами когда я вошел к его светлости этот человек учинил мне самые непомерные ласки какие только можно себе представить и среди этих ласк сам завел речь говоря тем кто тут же присутствовал что я первый человек на свете в моем художестве и что я пробыл долгое время в темнице в Риме и обернувшись ко мне сказал мой бенвенута все то зло какое с вами было я очень о нем сожалел и я знал что вы были невинны и ничем не мог вам помочь потому что мой отец чтобы угодить некоим вашим врагам каковы к тому же заявили ему что вы про него злословили я знаю наверное что этого никогда не было и мне было очень жаль вас и к этим словам он присовокупил столько других подобных что казалось будто он просит у меня прощения затем он меня спросил про все те работы которые я сделал христианнейшему королю и когда я ему про них говорил он прилежно слушал уделяя мне самое благосклонное внимание какое вообще возможно затем спросил меня не хочу ли я ему служить на это я ответил что по чести моей я не могу этого сделать но что если бы я оставил оконченными эти столь великие работы которые я начал для этого великого короля то я оставил бы любого властителя только бы служить его светлости и вот здесь познается насколько великое могущество божие никогда не оставляет безнаказанными какого угодно рода людей которые чинят неправду и несправедливость невинным этот человек как будто прощение у меня просил в присутствии тех кто вскоре после того за меня отомстил а также и за многих других которые были им умерщвлены поэтому ни один властитель как бы велик он ни был пусть не глумится над правосудием Божиим как это делают некоторые из тех кого я знаю которые так жестоко меня умерщвляли как в своем месте я скажу и про эти мои дела я пишу не из мирского тщеславия но единственно чтобы возблагодарить Бога который меня вывел из стольких великих испытаний также и в тех которые постигают меня каждодневно во всех я к нему обращаюсь и как своего заступника зову и умоляю и всегда хоть я и помогаю себе как могу если я потом сплошаю там где слабых сил моих недостаточно тотчас же мне являет себя эта великая сила Божия каковая приходит неожиданно для тех кто несправедливо обижает других и для тех кто мало заботится о великом и почетном бремени которое дал им Бог глава 52 я вернулся в гостиницу и застал что вышесказанный герцог прислал мне в подарок в превеликом изобилии кушанья и напитки весьма пристойные я с удовольствием поел затем сев на коня поехал во Флоренцию прибыв туда я застал мою сестру родную с шестью дочурками из которых одна была на выданье а одна еще у кормилицы застал ее мужа каковой из-за разных городских обстоятельств не работал больше по своему ремеслу застал ее мужа Рафаэле Тасси я послал за год с лишним до того камней и французских золотых изделий на две с лишним тысячи дукатов да с собой привез на тысячу скуда приблизительно я узнал что хоть я давал им постоянно четыре золотых скуда в месяц они еще постоянно зарабатывали большие деньги на этих моих золотых изделиях которые они изо дня в день продавали этот мой зять был настолько честный человек что из страха как бы я не рассердился на него потому что ему не хватало тех денег которые я ему посылал на его надобности давая их ему как благостыню он заложил почти все что у него было на свете предоставляя себя поедать процентом только чтобы не трогать тех денег которые не были назначены для него из этого я увидел что он очень честный человек и у меня возникло желание оказать ему благостыню побольше и прежде чем мне уехать из Флоренции я хотел устроить всех его дочек глава пятьдесят третий так как наш герцог флорентийский в это время а был у нас август месяц 1545 года находился в поджо окаяно месте удаленном от Флоренции на 10 миль то я к нему поехал единственно чтобы исполнить свой долг потому что и я тоже флорентийский гражданин и потому что предки мои были весьма привержены к медицейскому дому и я больше чем кто-либо из них любил этого герцога Козимо наш герцог флорентийский Козимо первый ставший с 1569 года великим герцогом поджо окаяно великолепная вилла в окрестностях Флоренции собственность медичи так вот как я говорю я поехал в сказанный поджо единственно чтобы учинить ему приветствие а отнюдь ни с каким-либо намерением у него остаться как это богу который все устраивает ко благу было угодно потому что когда сказанный герцог меня увидел то учинив мне сперва множество бесконечных ласк и он и герцогиня спросили меня о работах которые я делал королю герцогиня Элеонора Ди Толедо дочь Педро Альвареса неаполитанского вице-короля и супруга Козима первого на что я охотно и по порядку все рассказал когда он меня выслушал он сказал что он это слышал и что стало быть это правда и затем добавил с сочувственным видом и сказал о малая награда за столь прекрасные и великие труды мой бенвенуту если бы ты захотел сделать что-нибудь для меня я бы тебе заплатил совсем иначе чем это сделал этот твой король которого по твоей доброй природе ты так восхваляешь на эти слова я присовокупил те великие обязательства какие у меня были перед его величеством раз он меня извлек из столь несправедливой темницы а потом дал мне случай сделать такие изумительные работы как ни одному другому подобному мне художнику который когда-либо рождался пока я так говорил герцог мой корчился и казалось что он дольше не может меня слушать после того как я кончил он мне сказал если ты захочешь сделать что-нибудь для меня я тебе учиню такие ласки что ты пожалуй останешься изумлен лишь бы твои работы мне понравились в чем я нисколько не сомневаюсь я злополучный бедняга желая показать в этой чудесной школе что за то время что я был вне ее я потрудился в ином художестве чем то сказанная школа полагала ответил моему герцогу что охотно либо из мрамора либо из бронзы сделаю ему большую статую на этой его прекрасной площади в этой чудесной школе то есть во флорентийской академии искусств существующей и по сей день на этой его прекрасной площади то есть на площади сеньюрии на это он мне ответил что хотел бы от меня как первую же работу единственно Персея это было то чего он уже давно желал и попросил меня чтобы я ему сделал модельку речь идет о статуе Персея обезглавившего медузу которую заказал Козима первый в знак своей победы над сторонниками республики я охотно принялся делать сказанную модель и в несколько недель ее кончил вышиною приблизительно в локоть она была из желтого воска очень удачно исполненная хорошо была сделана с величайшим тщанием и искусством приехал герцог во Флоренцию и прежде чем я мог ему показать эту сказанную модель прошло несколько дней казалось прямо таки что он никогда меня не видал и не знавал так что я составил плохое суждение о моих делах с его светлостью однако потом однажды после обеда когда я ее принес к нему в скарбницу он пришел на нее взглянуть вместе с герцогиней и с некоторыми другими вельможами как только он на нее взглянул она ему понравилась и хвалил он ее необычайно чем подал мне немного надежды что он кое-что в этом понимает после того как он долго ее рассматривал причем она все больше ему нравилась он сказал такие слова если бы ты выполнил мой бенвенута вот так в большом виде эту маленькую модельку то это была бы самая красивая работа на площади тогда я сказал светлейший мой государь на площади стоят работы великого Донателло и изумительного Микеланджело каковые оба величайшие люди от древних до ныне речь идет о Юдифе Донателло и Давиде Микеланджело ныне там стоит копия Давида оригинал в музее Флорентийской академии однако ваша высокая светлость придает великого духу моей модели так что я чувствую силу сделать работу лучше чем модель еще в три раза на этом был немалый спор потому что герцог все время говорил что понимает в этом отлично и знает точно что можно сделать на это я ему сказал что мои работы разрешат этот вопрос и это его сомнения и что я наверняка исполню его светлости гораздо больше чем я ему обещаю и чтобы он только дал мне удобство дабы я мог это сделать потому что без этих удобств я не смогу ему исполнить это великое дело которое я ему обещаю на на это что в нем видно было величайшее желание как в том чтобы работы делались так и в том чтобы хорошо их обставить поэтому не зная что этот государь имеет обычай скорее купца чем герцога я весьма таровато поступил с его светлостью как с герцогом а не как с купцом я подал ему ходатайство на каковое его светлость весьма таровато ответил на что я сказал единственнейший мой покровитель настоящие ходатайства и настоящие наши условия состоят не в этих словах и не в этих писаниях а все состоит в том чтобы я мог справиться с моими работами так как я это обещал а если я справлюсь тогда я уверен что ваша высокая светлость отлично вспомнит все то что она мне обещает при этих словах его светлость очарованные и моими делами и моими словами он и герцогиня оказали мне самые беспредельные милости какие только можно себе представить глава 54 так как у меня было превеликое желание начать работать то я сказал его светлости что мне нужен дом который был бы таков чтобы я мог в нем устроиться с моими горными и годен для того чтобы в нем выделывать работы из глины и бронзы и затем отдельно из золота и серебра потому что я знаю что он знает насколько я вполне способен служить ему всеми этими художествами и мне нужны удобные помещения чтобы я мог все это делать и дабы его светлость видел какое я имею желание служить ему то я уже и приискал и дом каковой мне подходит и стоит в таком месте которое мне очень нравится и так как я не хочу приставать к его светлости ни с деньгами ни с чем бы то ни было пока он не увидит моих работ то я привез из франции две ювелирные вещицы на каковые я прошу его светлость чтобы он купил мне сказанный дом а их сохранил бы до тех пор пока я работами моими и трудами его не выслужу сказанные вещицы были отлично сработаны рукой моих работников по моим рисункам посмотрев на них долго он сказал эти вот горячие слова которые меня облекли ложной надеждой возьми себе бен вен вен свои вещицы потому что мне нужен ты о няне а ты получи свой дом и так после этого он мне сделал надписание под одним моим ходатайством каковое я всегда хранил сказанное надписание гласило так посмотреть сказанный дом и от кого зависит его продать и цену которую за него спрашивают потому что мы хотим пожаловать им бен вен вен мне казалось что этим надписанием дом за мной обеспечен потому что я уверенно уповал что работы мои гораздо больше понравится нежели я то обещал после этого его светлость отдал особое распоряжение некоему своему майер дому какового звали сэр пьер франческо ритчо вазари пишет о нем тоже достаточно презрительно но у некоторых современников он пользовался уважением был он из прато и прежде был учителяшкой сказанного герцога я поговорил с этой скотиной и сказал ему про все то что мне было нужно потому что там где был огород в сказанном доме я хотел устроить мастерскую тотчас же этот человек отдал распоряжение некоему расходчику сухопарому и тощему какового звали латанцо гарине фактических сведений о нем не сохранилось этот человечишка с этакими паучьими ручонками и комарином голоском проворный как улитка прислал таки на мое горе камней песку и извести столько что хватило бы построить кое-как голубятню увидав что дело подвигается с такой скверной прохладцей я начал пугаться однако же говорил себе у малых начал иной раз бывают великие концы и еще мне подавало некоторую надежду то что я видел сколько тысяч дукатов герцог выбросил на некие безобразные вояльные поделки исполненные рукою этого скотины Буаччо Бандинелло Баччо Бандинелли Челлиния нарочно искажает его имя Буаччо значит бычищи сам себе придавая духу я поддувал в задницу этому лантанцию Горини чтобы он пошевеливался кричал на каких-то хромых ослов и на слепенького который их погонял и с этими трудностями притом на свои деньги я наметил место для мастерской и выкорчевал деревья и лозы словом по своему обыкновению смело с некоторой долей ярости я действовал с другой стороны я был в руках у Тассо деревщика превеликого моего друга и ему я заказал некие деревянные остовы чтобы начать большого Персея этот Тассо был превосходнейший искусник я думаю величайший который когда-либо бывал по его ремеслу с другой стороны он был забавник и весельчак и всякий раз как я к нему приходил он меня встречал смеясь с песенкой фальцетом и хоть я был уже почти в полном отчаянии как потому что доходили слухи про дела во Франции что они идут плохо да и от здешних я ожидал немногого из-за их прохладцы он заставлял меня выслушать всегда по меньшей мере половину этой своей песенки и в конце концов я с ним веселел немного силясь растерять насколько я мог малую талику этих моих отчаянных мыслей глава 55 когда все вышесказанное я наладил и начал двигать дальше чтобы скорее приготовиться к этому вышесказанному предприятию уже была израсходована часть извести меня вдруг вызвал к себе вышесказанный майор дом и пойдя к нему я его застал после обеда его светлости в зале так называемой часовой названный так по знаменитым космографическим часам там стоявшим теперь они хранятся в одном из флорентийских музеев и когда я к нему подошел я к нему с превеликой почтительностью а он ко мне с превеликой сухостью он меня спросил кто это меня поместил в этом доме и по какому праву я в нем начал строить и что он весьма мне удивляется что я столь дерзко самонадеян на это я ответил что в доме меня поместил его светлость и от имени его светлости его милость каковая отдала о том распоряжение латанцо гурини и сказанный латанцо привез ко мне песку и извести и устроил все о чем я просил и говорил что получил распоряжение на это от вашей милости когда я сказал эти слова этот самый скотина повернулся ко мне с еще большей кислостью чем поначалу и сказал мне что и я и все те на кого я ссылаюсь говорят неправду тогда я рассердился и сказал ему о майордом до тех пор пока ваша милость будет говорить соответственно с тем благороднейшим саном которым она обличена я буду ее уважать и буду с ней говорить столь же почтительно как я говорю с герцогом но если она будет действовать иначе я буду с ней говорить как сэр пьер франческо ритчо этот человек пришел в такое бешенство что я подумал что он тут же хочет сойти с ума чтобы упредить срок который ему назначили небеса ритчо сошел с ума в 1553 году и сказал мне вместе со всякими поносными словами что весьма удивляется что удостоил меня беседы с таким человеком как он на эти слова я вспылил и сказал теперь выслушайте меня сэр пьер франческо ритчо и я вам скажу кто такие люди как я и кто такие люди как вы учителя обучающие грамоте ребят когда я сказал эти слова этот человек с перекошенным лицом возвысил голос повторяя еще более нагло те же самые слова на каковые приняв точно так же вооруженный вид я напустил на себя ради него некоторую заносчивость и сказал что такие как я достойны беседовать с папами и с императорами и с великими королями и что таких как я ходит может быть один на свете а таких как он ходит по десять в каждую дверь когда он услышал эти слова он вскочил на приполочек который имеется в этом зале потом сказал мне чтобы я повторил еще раз те слова которые я ему сказал каковые еще дерзостнее чем то было раньше я и повторил и вдобавок сказал что у меня больше нет охоты служить герцогу и что я вернусь во Францию куда я всегда волен вернуться этот скотина остался ошарашен и земляного цвета а я в бешенстве ушел с намерением уехать себе с Богом и позволил бы Бог чтобы я это исполнил должно быть его герцогская светлость не сразу узнал про эту случившуюся чертовщину потому что несколько дней я пребывал отложившим всякие мысли о Флоренции кроме мыслей о моей сестре и о моих племянницах каковых я старался устроить потому что с тем малым что я привез я хотел их оставить обеспеченными как можно лучше затем насколько можно скорее хотел вернуться во Францию чтобы никогда уже больше не пытаться увидеть Италию когда я таким образом решил убраться насколько можно скорее и уехать не прощаясь ни с герцогом ни с кем однажды утром этот вышесказанный майор дом сам от себя весьма смиренно меня позвал и принялся за некую свою учительскую речь в каковой я не усмотрел ни строя ни красоты ни ума ни начала ни конца из нее я понял только что он говорит что поступает как добрый христианин и что никому не желает иметь злобы и спрашивает меня от имени герцога какое я для своего содержания хочу жалование на это я немного постоял задумавшись и не отвечал с чистым намерением не желать связываться видя что я не даю ответа он все же возымел настолько ума что сказал о бен винута герцогам отвечают и то что я тебе говорю я это тебе говорю от имени его светлости тогда я сказал что если он мне это говорит от имени его светлости то я весьма охотно хочу ответить и сказал ему чтобы он сказал его светлости что я не хочу быть поставленным ниже кого бы то ни было из людей моего художества которых он держит майор дом сказал бандинелло дается двести скуда на его содержание так что если ты этим довольствуешься жалование жалованье тебе назначено я ответил что доволен а чтобы то что я заслужу сверх этого было мне дано после того как увидят мои работы полагая все на справедливый суд его высокой светлости так против моей воли я снова связал нить и принялся работать причем герцог оказывал мне постоянно самые непомерные милости какие только можно вообразить глава пятьдесят шестая я получал очень часто письма из франции от этого моего вернейшего друга миссер гвида гвиди письма эти пока еще ничего мне не говорили кроме хорошего этот мой асканию также и он меня извещал говоря мне чтобы я старался развлекаться и что если что-нибудь случится он меня известит было доложено королю что я начал работать для герцога флорентийского а так как этот человек был самый лучший на свете то он много раз говорил от чего не возвращается бен винут и когда он об этом спросил особливо этих моих юношей оба они ему сказали что я им пишу что так мне хорошо и что они думают что у меня больше нет охоты возвращаться служить его величеству так как случилось что король был сердит то услышав эти дерзкие слова каковые никогда от меня не исходили он сказал раз он уехал от нас безо всякой причины я я я не вызову его так что пусть остается там где он есть эти разбойные убийцы привели дело к тому концу какого они желали потому что всякий раз что я вернулся бы во францию они возвращались в работники подо мною как были раньше тогда как если я не возвращался они оставались свободными и взамен меня поэтому они прилагали все усилия чтобы я не вернулся глава 57 пока у меня строили мастерскую чтобы мне в ней начать персея я работал в нижней комнате в которой я и делал персея из гипса той величины которой он должен был быть с мыслью сформовать его по-гипсовому когда я увидел что делать его таким путем выходит у меня немножко долго я избрал другой прием потому что уже был возведен кирпич за кирпичом кусочек мастерской сделанный с таким паскудством что слишком мне обидно это вспоминать я начал фигуру медузы и сделал железный костяк затем начал делать ее из глины и когда я ее сделал из глины я ее обжег был я один с некоими ученичками среди каковых один был очень красивый это был сын одной непотребной женщины по прозвищу гамбетта я пользовался этим мальчуганом чтобы его лепить потому что у нас не имеется других книг чтобы научить нас искусству кроме природной я старался достать работников чтобы быстро справить эту мою работу и не мог найти а один я не мог все делать был кое-кто во Флоренции кто охотно бы пошел но Бандинелло тотчас же мне мешал чтобы они не шли и долго меня таким образом изводя говорил герцогу что я доискиваюсь его работников потому что самому мне никак невозможно чтобы я сумел собрать большую фигуру я пожаловался герцогу на великую докуку которую мне чинил этот скотина и просил его чтобы он распорядился дать мне кого-нибудь из этих работников с постройки то есть кого-нибудь из работников попечительства учрежденного для достройки и присмотра за городским собором Санта Мария дель Фьоре эти мои слова были причиной что герцог поверил тому что ему говорил бандинелло заметив это я расположился сделать сам сколько могу и принявшись с самыми крайними трудами какие только можно себе представить пока я день и ночь утруждался заболел муж моей сестры и в несколько дней умер оставил сестру мою молодую с шестью дочками от малых до больших это были первые большие испытания которые меня постигли во Флоренции остаться отцом и вожатом такой невзгоды глава работать и что я лучше сделаю если отошлю его прочь потому что не только что он не желает работать он мешает и юноше чтобы тот не работал и сказал мне что то малое что там нужно сделать он это может сделать сам без того чтобы выбрасывать деньги на других лиц имя ему было Бернардино Манинелли из Муджелло крестьянский юноша послуживший Челлини моделью для Меркурия у основания Персея потом Челлини вынужден был с ним расстаться из-за несносного характера этого юнца видя что он столь охотно утруждается я его спросил не хочет ли он устроиться у меня служителем сразу же мы и уговорились этот юноша смотрел у меня за лошадью обрабатывал огород затем старался помогать мне в мастерской так что мало-помалу он начал научаться искусству с таким изяществом что у меня никогда не было лучшего помощника чем этот и решив сделать с ним все я начал показывать герцогу что Бондинелло говорит ложь и что я сделаю отлично без бондинелловых работников случилось у меня в это время небольшая боль в пояснице и так как я не мог работать то я охотно бывал в герцогской скарбнице с некоими молодыми золотых дел мастерами которых звали Джан Паголо и Доменико Поджини каковым я велел делать золотую вазочку всю отделанную барельефом с фигурами и другими красивыми украшениями Джан Паголо и Доменико Поджини братья работавшие сперва при испанском дворе потом при дворе Козима первого она была для герцогини каковую ее светлость заказала чтобы пить воду еще она меня попросила чтобы я ей сделал золотой пояс также и эту работу богатейшим образом с камнями и множеством приятных измышлений в виде мошкерок и прочего ее я сделал ей приходил то и дело герцог в эту скарбницу и находил превеликое удовольствие в том чтобы смотреть как работают и беседовать со мною начав немного оправляться от моей поясницы я велел принести себе глины и меж тем как герцог проводил там время я его вылепил сделав голову много больше живья от этой работы его светлость был в превеликом удовольствии и возымел ко мне такую любовь что он мне сказал что для него было бы превеликим удовольствием чтобы я устроился работать во дворце подыскав себе в этом дворце подходящие комнаты каковые я должен велеть для себя оборудовать горными и всем что мне надобно я его вылепил бюст находится в музее уфицы потому что удовольствие в таких вещах он находил превеликое на это я сказал его светлости что это невозможно потому что я не кончил бы моих работ в сто лет глава 59 герцогиня оказывала мне милости неописуемые и хотела бы чтобы я был занят работой на нее и не помышлял ни о Персее и ни о чем я же видя себя в этих суетных милостях знал наверное что моя превратная и кусачая судьба не замедлит учинить мне какое-нибудь новое смертоубийство потому что всякий час передо мною представало то великое зло какое я учинил стараясь учинить столь великое добро говорю касательно французских дел король не мог проглотить то великое неудовольствие какое он имел от моего отъезда и все ж таки хотел бы чтобы я вернулся но с особливой для него честью мне казалось что я превесьма прав и я не хотел унижаться потому что думал что если я унижусь написать смиренно то эти люди по французскому обычаю скажут что я грешен и что стало быть правда кое-какие проступки которые несправедливо мне приписывались поэтому я важничал и как человек который прав писал надменно что было наибольшим удовольствием какое могли получить эти два предателя мои воспитанники потому что я хвастал пишучи им великими ласками какие мне учиняют на моей родине государь и государыня неограниченные властители города флоренции моей родины как только они получали одно из этих самых писем они шли к королю и понуждали его величество отдать им мой замок таким же образом как он отдал его мне король который был личность добрая и удивительная ни за что не хотел согласиться на дерзкие просьбы этих великих мошенников потому что он начал догадываться о том чего они злокозненно домогались и чтобы подать им немного надежды а мне случай сразу вернуться он велел написать мне несколько сердито через одного своего казначея которого звали мессер джулиано бонакорси флорентийского гражданина письмо содержало следующее что если я хочу сохранить то имя честного человека которое я там носил то раз я оттуда уехал безо всякой причины то я поистине обязан дать отчет во всем том что я исполнил и сделал для его величества в трактате об искусстве вояния чилини сообщает некоторые другие подробности из письма о коем идет речь там он говорит что франциск первый предлагал ему семь тысяч скудо и просил вернуться для окончания колосса марса когда я получил это письмо оно мне доставило такое удовольствие что проси я собственным языком я бы не спросил ни больше ни меньше я сел писать заполнил девять листов обыкновенной бумаги и в них я рассказал подробно все те работы какие я сделал и все те приключения какие у меня с ними были и все то количество денег какие насказанные работы были истрачены каковые все были выданы руками двух нотариусов и одного его казначея и подписаны всеми теми людьми которые их получили каковые одни давали свой товар а другие свои труды и что из этих денег я не положил себе в кошелек ни одного кватрино а за оконченные мои работы я не получил как есть ничего я только увез с собой в италию некоторые милости и царственнейшие обещания поистине достойные его величества и хоть я не могу похвастать что извлек что-либо иное из моих работ кроме некоего жалования положенного мне его величеством на мое содержание да из него еще мне причитается получить семьсот с лишним золотых скудо каковые я нарочно оставил чтобы они мне были высланы на обратный мой путь однако же зная что некоторые лукавцы из собственной зависти сослужили некую злую службу истина всегда одержит верх я восхваляю его христианнейшее величество и мною не движет алчность хоть я знаю что исполнил гораздо больше его величество нежели то что я брался сделать и хоть мне не воспоследовала обещанная плата я ни о чем другом на свете не помышляю как только чтобы остаться во мнении его величества честным и порядочным человеком таким каким я был всегда и если бы хоть какое-нибудь сомнение в этом было у вашего величества по малейшему знаку я прилечу дать отчет о себе вместе с собственной жизнью но видя что со мною так мало считаются я не пожелал вернуться чтобы предложить себя зная что мне всегда хватит хлеба куда бы я не пошел а когда меня позовут я всегда откликнусь были в сказанном письме многие другие частности достойные этого удивительного короля и спасения моей чести это письмо раньше чем послать я его снес к моему герцогу каковому было весьма приятно его увидеть затем я тотчас же отослал его во Францию направив кардиналу Феррарскому глава 60 в это время Бернардони Бальдини поставщик драгоценных камней его светлости привез из Венеции большой алмаз свыше 35 каратов весом также и Антонио сыну Витторио Ланди была корысть в том чтобы герцог его купил Антонио Ланди купец не чуравшийся литературных занятий поддерживал деловые связи с Бернардо Натчо ювелиром Бернардони и Бернардо Натчо пренебрежительные формы имени Бернардо Бальдини Этот алмаз был прежде острецом но так как он не выходил с той сверкающей прозрачностью которой от такого камня следовало желать то хозяева этого алмаза срезали этот сказанный острец каковой по правде не получался хорошо ни тафелью ни острецом острецом то есть остроконечно ограненной тафелью то есть плоского гранения Наш герцог который очень любил драгоценные камни но однако же в них не разбирался подал верную надежду этому мошеннику Бернардачо что хочет купить этот сказанный алмаз а так как этот Бернардо искал получить для себя одного честь этого обмана который он хотел учинить герцогу флорентийскому то он ничего не сообщал своему товарищу сказанному Антонио Ланди этот сказанный Антонио был большим моим другом с самого детства и так как он видел что я так близок с моим герцогом то как-то раз среди прочих он отозвал меня в сторону было это около полудня и на углу нового рынка и сказал мне так Бенвенуто я уверен что герцог покажет вам алмаз каковой он выказывает желание купить вы увидите крупный алмаз помогите продаже и я вам говорю что могу его отдать за 17 тысяч скуда я уверен что герцог захочет вашего совета если вы увидите что он действительно склонен его желать то будет сделано так чтобы он мог его получить этот Антонио выказывал большую уверенность в том что может устроить этот камень я ему обещал что если мне его покажут и спросит мое мнение то я скажу все то что я думаю без того чтобы повредить камню как я сказал выше герцог приходил каждый день в эту золотых дел мастерскую на несколько часов и с того дня когда со мною говорил Антонио Ланди больше недели спустя герцог показал мне однажды после обеда этот сказанный алмаз каково я узнал по тем приметам которые мне сказал Антонио Ланди и насчет формы и насчет веса и так как этот сказанный алмаз был воды как я сказал выше мутноватой и по этой причине срезали этот острец то видя что он такого рода я бы конечно отсоветовал ему учинять такой расход поэтому когда он мне его показал я спросил его светлость что он желает чтобы я сказал потому что ни одно и то же для ювелиров оценивать камень после того как государь его уже купил или же класть ему цену чтобы тот мог его купить тогда его светлость мне сказал что он его уже купил и чтобы я сказал только мое мнение я не захотел приминуть намекнуть ему скромно что именно я об этом камне думаю он мне сказал чтобы я взглянул на красоту этих длинных его ребер тогда я сказал что это не та великая красота какую его светлость себе представляет и что это срезанный острец при этих словах мой государь который увидел что я говорю правду состроил рожу и сказал мне чтобы я постарался оценить камень и рассудить сколько мне кажется что он стоит полагая что раз антонио ланди предлагал мне его за 17 тысяч скуда я думал что герцог получил его за 15 тысяч самое большее и поэтому видя что он недоволен тем что я говорю ему правду я решил поддержать его в его ложном мнении и подавая ему алмаз сказал 18 тысяч скудо вы истратили при этих словах герцог поднял крик сделав о шире чем отверстие колодца и сказал теперь я вижу что в этом ты не разбираешься я ему сказал ясно государь мой что вы видите плохо постарайтесь создать славу вашему камню а я постараюсь разобраться скажите мне хотя бы что вы на него истратили дабы я научился разбираться по способу вашей светлости подняв поднявшись герцог с презрительной усмешечкой сказал 25 тысяч скудо и даже больше бенвенуто он мне стоил и ушел при этих словах тут же присутствовали Джан Паголо и Доменико по джине золотых дел мастера и Бакьякко вышивальщик также и он который работал в комнате по соседству с нашей прибежал на этот крик Бакьякко вышивальщик Антонио Верди ковровый мастер тут я сказал я бы никогда ему не посоветовал чтобы он его покупал а если бы ему все-таки его хотелось так Антонио Ланди неделю тому назад мне его предлагал за 17 тысяч скуда я думаю что я получил бы его за 15 или даже меньше но герцог желает создать славу своему камню ведь если мне Антонио Ланди предлагал его за такую цену то каким чертом Бернардоне учинил бы с герцогом такой позорный обман и так и не верю что это правда герцога хоть это так и было мы спустили смеясь эту простоту герцога глава 61 совсем уже выполнив фигуру большой медузы как я сказал костяк ее я сделал из железа затем сделав ее из глины как по анатомии и худее на полпальца я отлично ее обжег затем наложил сверху воск и закончил ее в том виде как я хотел чтобы она была герцог который несколько раз приходил ее посмотреть до того опасался что она у меня не выйдет в бронзе что ему хотелось бы чтобы я позвал какого-нибудь мастера который бы мне ее отлил а так как его светлость говорил постоянно и с превеликим благоволением о моих совершенствах то его майордом который постоянно искал какой-нибудь селок чтобы я сломал себе шею и так как он имел власть приказывать барджелам и всем чинам этого бедного злосчастного города Флоренции чтобы пратезец наш враг сын Бондаря невежественнейший за то что был паршивым учителем Козима де Медичи когда тот еще не был герцогом дошел до такой великой власти так вот как я сказал стоя на страже насколько он мог чтобы сделать мне зло видя что ни с какой стороны он не может меня припечатать он придумал способ нечто учинить исходив к матери этого моего ученика имя которому было Ченчо а ей Гамбета они замыслили этот жулик учитель и эта мошенница шлюха задать мне такого страху чтобы я от него уехал с богом Гамбета следуя своему промыслу вышла из дому по поручению этого шалого разбойника учителем майордома а так как они подговорили еще и барджела каковым был некий болонец которого за такие дела герцог потом выгнал вон то когда наступил однажды субботний вечер в три часа ночи ко мне явилась сказанная Гамбета со своим сыном и сказала мне что она держала его несколько дней в заперти для моего блага на что я ответил чтобы ради меня она не держала его в заперти и смеясь над ее непотребным промыслом повернулся к сыну в ее присутствии и сказал ему ты сам знаешь Ченчо грешил ли я с тобой каковой плача сказал что нет тогда мать тряся головой сказала сыну ах плутишка или я не знаю как это делается затем повернулась ко мне говоря мне чтобы я держал его спрятанным в доме потому что барджел его ищет и заберет его во что бы то ни стало вне моего дома но что у меня в доме его не тронут на это я ей сказал что в доме у меня сестра вдова с шестью святыми дочурками и что я не желаю в доме у себя никого тогда она сказала что майор дом отдал распоряжение барджелу и что меня заберут во что бы то ни стало но раз я не хочу взять сына в дом то если я ей дам сто скудо я могу ни о чем больше не беспокоиться потому что так как майор дом такой превеликий ее друг то я могу быть уверен что она заставит его сделать все что ей угодно лишь бы я дал сто скуда я я со я я сказал убирайся вон отсюда постыдная шлюха потому что если бы не ради уважения к людям и не ради невинности этого твоего несчастного сына который здесь с тобой я бы тебя уже зарезал этим кинжальчиком который я уже два или три раза брал в руки И с этими словами, со множеством грубых пинков, ее и сына я вытолкал вон из дома. Глава шестьдесят вторая Поразмыслив затем о негодяйстве и могуществе этого скверного учителя, я решил, что лучше всего будет дать немного улечься этой чертовщине, и утром рано, сдав моей сестре драгоценных камней и вещей на около двух тысяч скуда, я сел на коня и поехал в Венецию и взял с собой этого моего Бернардино из Муджелло. И когда я приехал в Феррару, я написал его герцогской светлости, что хоть я и уехал, не будучи послан, я вернусь, не будучи позван. Приехав затем в Венецию, поразмыслив о том, сколькими разными способами моя жестокая судьба меня терзает, и тем не менее видя себя здоровым и крепким, я решил сразиться с нею по своему обыкновению. А пока что я раздумывал таким образом о своих делах, проводя себе время в этом прекрасном и богатейшем городе, навестив этого удивительного Тициана, живописца, и Якупо дель Сансовино, искусного воятеля и зодчего, нашего флорентинца, весьма хорошо содержимого венецианской сеньярией. И потому что мы были знакомы в молодости в Риме и во Флоренции, как с нашим флорентинцем, оба этих даровитых человека весьма меня обласкали. На другой затем день я встретился с миссер Лоренцо де Медичи, каковое тотчас же взял меня за руку, с величайшим радушием, каковое только можно видеть на свете, потому что мы были знакомы во Флоренции, когда я делал монеты для герцога Алессандро, а потом в Париже, когда я был в службе у короля. Лоренцо Медичи через два года, в 1548 году, погибнет от руки подосланного к нему герцогом Козимо убийцы. Он проживал в доме у миссер Джулиано Бонаккорси. И так как ему некуда больше было пойти провести время без величайшей для себя опасности, то он проводил большую часть времени в моем доме, смотря как я выделываю эти большие работы. Так вот, как я говорю, из-за этого былого знакомства он взял меня за руку и повел к себе в дом, где был сеньор Приор Делли Строци, брат сеньора Пьетро. И, обрадовавшись, они меня спросили, сколько я хочу пробыть в Венеции, думая, что я хочу вернуться во Францию. Приор Делли Строци, поименованные злейшие враги герцога Козимо. Есть некоторые сомнения, что в их присутствии Челли не посмел сказать подобные слова о Козимо. Возможно, что так он защищает себя от городских слухов, ходивших о его венецианской эскападе. Каковым сеньорам я сказал, что я уехал из Флоренции из-за такого-то вышесказанного случая, и что через два-три дня я хочу вернуться во Флоренцию служить великому моему герцогу. Когда я сказал эти слова, сеньор Приор и мессер Лоренцо повернулись ко мне с такой суровостью, что я превесьма испугался, и сказали мне, «Ты сделал бы лучше всего, если бы вернулся во Францию, где ты богат и известен. Потому что если ты вернешься во Флоренцию, ты потеряешь все то, что заработал во Франции, а из Флоренции не извлечешь ничего, кроме неприятностей». Я не ответил на их слова, и, уехав на другой день, насколько я мог тайно, вернулся во Флоренцию, а тем временем чертовщины перезрели, потому что я написал великому моему герцогу весь тот случай, который меня перенес в Венецию. И при всей его обычной осмотрительности и строгости я ему представился без всяких церемоний. Побыв немного со сказанной строгостью, он затем любезно ко мне повернулся и спросил меня, где я был. На что я ответил, что сердце мое никогда и на палец не отстранялось от его высокой светлости, хотя по некоторым справедливым причинам мне оказалось необходимым дать моему телу немного прогуляться. Тогда, сделавшись приветливее, он начал меня расспрашивать про Венецию, и так мы беседовали немного. Затем, наконец, он мне сказал, чтобы я принимался за работу и чтобы я ему кончил его Персея. Так я вернулся домой веселый и радостный и обрадовал мою семью, то есть мою сестру с ее шестью дочерьми, и, взявшись снова за свои работы, со всем усердием, с каким я мог, я подвигал их вперед. Глава 63 И первая работа, которую я отлил из бронзы, была эта большая голова, портрет его светлости, которую я сделал из глины в золотых дел мастерской, пока у меня болела спина. Бронзовый бюст Козима I хранится в Национальном музее во Флоренции. Это была работа, которая понравилась, а я ее сделал не для чего другого, как только чтобы испытать глины для отливки из бронзы. И хоть я и видел, что этот удивительный Донателло делал свои работы из бронзы, каковые он отливал по флорентинской глине, то мне казалось, что он их выполнял с превеликой трудностью. И, думая, что это происходит от недостатков глины, раньше, чем приняться за отливку моего персея, я хотел сделать эти первые попытки. Из каковых я нашел, что глина хороша, хоть и не была хорошо понята этим удивительным Донателло, потому что я видел, что с превеликой трудностью выполнены его работы. Итак, как я говорю выше, с помощью искусства я составил глину, каковая послужила мне отлично, и, как я говорю, по ней я отлил сказанную голову. Но так как я еще не сделал горна, я воспользовался горном маэстро Дзаноби Дипаньо, колокольщика. И, увидев, что голова очень хорошо вышла чистой, я тотчас же принялся делать горн в мастерской, которую мне сделал герцог по моему замыслу и чертежу в том самом доме, который он мне подарил. И как только был сделан горн, с наибольшим усердием, с каким я мог, я приготовился отливать статую медузы, какова и есть та скорченная женщина, что под ногами у Персея. И так как эта отливка — дело труднейшее, то я не хотел упустить всех тех предосторожностей, каким я научился, дабы у меня не вышло какой-нибудь ошибки. И таким образом первая отливка, которую я сделал в сказанном моем горне, удалась в превосходной степени и была до того чистая, что моим друзьям не казалось нужным, чтобы я еще как-нибудь должен был ее отделывать. Это находили некоторые немцы и французы, каковы и говорят, и хвастают прекраснейшими секретами отливать бронзу без отделки. Истинное безумие. Потому что бронза, после того, как она отлита, ее необходимо уминать молотками и чеканами, как эти удивительнейшие древние, и как делали также и современные, я говорю, те современные, которые умели работать бронзу. Эта отливка весьма понравилась его высокой светлости, который несколько раз приходил ее посмотреть ко мне на дом, придавая мне при великого духу делать хорошо. Но насколько возмогла эта бешеная зависть Бондинелло, который с таким усердием наушничал его высокой светлости, что он склонил его думать, что если я и отолью кое-какие из этих статуй, то никогда я их не соберу, потому что для меня это искусство новое, и что его светлость должен остерегаться, чтобы не выбрасывать вон свои деньги. Насколько возмогли эти слова в этих приславных ушах, что мне сократили расходы на работников, так что я был вынужден резко пожаловаться его светлости. Поэтому однажды утром, выждав его на Виа де Серви, я ему сказал, «Государь мой, мне нет помощи в моих нуждах, так что я подозреваю, не разуверилась ли во мне ваша светлость. Поэтому я снова ей говорю, что у меня хватит глазу в три раза лучше выполнить эту работу, чем была модель, как я вам обещал». Глава 64 Когда я сказал эти слова его светлости и увидел, что они не дают никакого плода, потому что я не извлекал от него ответа, тотчас же меня одолела досада вместе с нестерпимой яростью. И я снова начал говорить герцогу и сказал ему, «Государь мой, этот город поистине всегда был школой величайших дарований. Но когда кто-нибудь себя познал, научившись чему-нибудь, желая прибавить славу своему городу и своему славному государю, тому хорошо отправиться работать в другое место. А что это, государь мой, правда, то я знаю, что ваша светлость знала, кто такой был Донателло и кто такой был великий Леонардо де Винчи и кто такой сейчас чудесный Микель-Аньооль Боонаротти. Эти умножают своими дарованиями славу вашей светлости. Поэтому и я также надеюсь сделать свою долю. Так что, государь мой, пустите меня уехать. Но пусть ваша светлость следит хорошенько, чтобы не пускать уехать Бондинелло. И даже давайте ему всегда больше, чем он у вас просит. Потому что если этот куда-нибудь выйдет, то невежество его настолько самонадеянно, что он способен опозорить эту благороднейшую школу. — Итак, отпустите меня, государь. И я ничего другого не прошу за мои труды по сей день, как только милость вашей высокой светлости. Когда его светлость увидел, что я до такой степени решителен, он с некоторым гневом повернулся ко мне, говоря, «Бенвинуто, если у тебя есть желание окончить работу, недостатка не будет ни в чем». Тогда я его поблагодарил и сказал, что у меня нет другого желания, как показать этим завистникам, что у меня хватит глазу выполнить обещанную работу. Когда я так расстался с его светлостью, мне была дана некоторая помощь. Однако я был вынужден взяться за свой кошель, желая, чтобы моя работа шла немного больше, чем шагом. А так как по вечерам я всегда ходил побеседовать в скарбницу его светлости, где бывал Доменико и Джан Паголо по джине, его брат, каковые работали над золотой вазой, о которой сказано выше, для герцогини и над золотым поясом, то еще его светлость велел мне сделать модельку подвески, куда должен был быть вправлен тот большой алмаз, который он купил у Бернардоне и Антонио Ланди. И хотя я избегал, не желая этого делать, герцог всякими хорошими приятностями заставлял меня над ней работать каждый вечер вплоть до четырех часов. Еще он меня понуждал приятнейшим образом делать так, чтобы я над ней работал еще и днем, на что я никак не хотел согласиться. И поэтому я думал, наверное, что его светлость на меня разгневается. И раз как-то вечером, когда я явился немного позже, чем обычно, герцог мне сказал «Ти Малвенутто». Малвенутто — Антоним Бенвенутто. На этом и строится данная игра слов. На каковые слова я сказал «Государь мой, это не мое имя, потому что имя мне — Бенвенутто». И так как я думаю, что ваша светлость со мною шутит, то я ни во что входить не буду. На это герцог сказал, что он говорит отчаянно серьезно и не шутит, и чтобы я следил хорошенько за тем, что я делаю, потому что до ушей его дошло, что, пользуясь его благоволением, я провожу то того, то этого. На эти слова я попросил его высокую светлость удостоить меня того, чтобы сказать мне хотя бы одного человека на свете, которого бы я когда-либо провел. Вдруг он ко мне повернулся во гневе и сказал мне «Ступай и верни то, что у тебя есть, от Бернардоны, от тебя один». На это я сказал «Государь мой, я вас благодарю и прошу вас, удостойте меня того, чтобы выслушать от меня четыре слова». Это правда, что он судил меня старыми весами и парой наковалины тремя маленькими молоточками, за каковым скарбом сегодня прошло две недели, как я сказал его Джорджо да Кортона, чтобы он прислал за ним. И поэтому сказанный Джорджо приходил за ним сам. И если только ваша высокая светлость найдет, что с того дня, когда я родился, и по сию пору, я когда-нибудь имел, хоть что бы то ни было, от кого-либо подобным образом, будь то хоть в Риме или во Франции, то пусть она велит разузнать у тех, кто ей об этом сообщил, или у других, и, найдя, что это правда, пусть она меня покарает поверх головы». Герцог, увидев меня в превеликой ярости, как государь внимательнейший и сердечный, повернулся ко мне и сказал «Так не говорят с теми, кто не совершает проступков. Так что, если это так, как ты говоришь, то я всегда буду рад тебя видеть, как я это делал раньше». На это я сказал, пусть знает ваша светлость, что негодяйства Бернардоне вынуждают меня просить у нее и ходатайствовать, чтобы она мне сказала, сколько она издержала на большой алмаз срезанный острец, потому что я надеюсь показать ей, почему этот злой человек ищет ввести меня в немилость. Тогда его светлость мне сказал «Алмаз мне стоил 25 тысяч дукатов». «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Потому, государь мой, что в такой-то день, в таком-то часу, на углу нового рынка, Антонио, сын Ветторио Ланди, сказал мне, чтобы я постарался сторговаться с вашей высокой светлостью и с первого же раза спросил за него 16 тысяч дукатов. А ваша светлость знает, за сколько она его купила. И что это правда, спросите у сэра Доменико Поджиния и у Джан Пагала его брата, который и тут. Потому что я им это сказал сразу же, а потом никогда больше не говорил, потому что ваша светлость сказала, что я в этом не разбираюсь, откуда я и думал, что она желает создать ему славу. Знайте, государь мой, что я в этом разбираюсь, а что до другой стороны, то я считаю себя честным человеком, как любой другой, который рождался на свет. И будь он кто угодно, я не стану искать, ограбить вас на восемь или десять тысяч дукатов разом, а постараюсь заработать их моими трудами. И я подрядился служить вашей светлости, как ваятель, золотых дел мастер и монетный, а доносить ей про чужие дела никогда. И то, что я ей говорю сейчас, это я говорю в мою защиту, и четверти за это не желаю. То есть отказываюсь от четвертой части, которая, согласно закону, принадлежит доносчику. И говорю ей об этом в присутствии стольких честных людей, которые тут, дабы ваша высокая светлость не верила Бернардоне, тому, что он говорит. Вдруг герцог поднялся в гневе и послал за Бернардоне, каковой был вынужден бежать в Венецию, он и Антонио Ланди. Каковой Антонио мне говорил, что он хотел сказать не об этом, Алмазь. Они съездили и вернулись из Венеции. И я пошел к герцогу и сказал, «Государь, то, что я вам сказал, правда. А то, что вам сказал насчет скарба Бернардоне, была неправда. И вы хорошо бы сделали, если бы это испытали. И я отправлюсь к Барджилу». На эти слова герцог повернулся ко мне, говоря мне, «Бенвенута, старайся быть честным человеком, как ты делал раньше, и никогда ни о чем не беспокойся». Дело это пошло дымом, и я никогда больше о нем не слышал. Я был занят тем, что кончал его подвеску. И когда я понес ее однажды конченной герцогине, она сама мне сказала, что ценит столько же мою работу, сколько алмаз, который она купила у Бернардача, и пожелала, чтобы я ей прицепил его на грудь своей рукой и дала мне в руку толстенькую булавку. И ею я прицепил ей его и ушел со многой ее милостью. Потом я слышал, будто они дали его переоправить какому-то немцу или другому иностранцу, если только это правда, потому что сказанный Бернардоне сказал, что сказанный алмаз будет иметь больше вида, оправленный с меньшей отделкой. Отсюда и далее до конца первоисточник писан уже рукой самого Бенвенута Челлини, то есть следует автограф, а не запись под диктовку. Глава шестьдесят пятая Доменико и Джован Паголо по джине золотых дел мастера и братья работали, как мне кажется, я уже сказал, в скарбнице его высокой светлости по моим рисункам некие золотые вазочки, чеканные с историями из барельефных фигурок и другими весьма изрядными вещами. И так, как я много раз говорил герцогу, государь мой, если бы ваша высокая светлость оплатили мне нескольких работников, я бы стал вам делать монеты для вашего монетного двора и медали с головою вашей высокой светлости, каковые стал бы делать, соревнуя древним, и имел бы надежду их превзойти, потому что с тех пор, как я делал медали папы Климента, я столькому научился, что стал бы делать много лучше, чем те, и так же стал бы делать лучше, чем монеты, которые я делал герцогу Александру, каковые все еще почитаются прекрасными, и я так же стал бы вам делать большие вазы, золотые и серебряные, как я их столько сделал этому удивительному королю Франциску французскому, единственное из-за великих удобств, которые он мне давал, и никогда не терялось времени для больших колоссов и для прочих статуй. На эти мои слова герцог мне говорил, делай, а я посмотрю, и никогда не давал мне удобств и никакой помощи. Однажды его высокая светлость, велел дать мне несколько фунтов серебра и сказал мне, это серебро из моих рудников, сделай мне красивую вазу. Рудники находились в Кампилье и Пьетро Санте, впоследствии заброшены. И так как я не хотел запускать моего Персея, а имел при том же большое желание услужить ему, то я отдал ее сделать по моим рисункам и восковым моделькам некоему разбойнику, который зовется Пьеро де Мартино, золотых делмастер. Каковой начал ее плохо, да еще над ней и не работал, так что я потерял на этом больше времени, чем если бы сделал ее всю своей рукой. Промучившись так несколько месяцев и видя, что сказанный Пьеро над ней не работает, а также и не велит над ней работать, я велел ее мне вернуть, и мне стоило великого труда получить обратно вместе с телом вазы плохо начатой, как я сказал, остаток серебра, которое я ему дал. Герцог, который услышал кое-что из этого шума, послал за вазой и за моделями и ни разу потом мне не сказал ни почему никак, а только по некоим моим рисункам он он заказал разным лицам и в Венеции и в других местах и был прескверно услужен. Герцогиня часто мне говорила, чтобы я работал для нее золотые вещи. Каковой я много рассказывал, что свет отлично знает и вся Италия, что я хороший золотых делмастер, но что Италия никогда еще не видела работ моей руки ваяльных. И в цехе некие бешеные ваятели, смеясь надо мною, зовут меня новым ваятелем. Сегодня вы сказали в художественных кругах. Каковым я надеюсь доказать, что я ваятель старый, если Бог подаст мне такую милость, чтобы я мог показать оконченным моего Персея на этой почетной площади ее высокой светлости. И, засев дома, я усердно работал день и ночь и не показывался во дворце. И, намереваясь все же прибыть в милости у герцогини, я велел для нее сделать некие маленькие вазочки величиною с горшочек на два кватрино серебряные с красивыми мошкерами редчайшего облика, на античный лад. И когда я ей снес сказанные вазочки, она мне оказала самый милостивый прием, какой только можно себе представить, и оплатила мне мое серебро и золото, которое я на это положил. Я же припоручил себя ее высокой светлости, прося ее, чтобы она сказала герцогу, что я имею мало помощи в столь великой работе, и что ее высокая светлость должна бы сказать герцогу, чтобы он не так охотно верил этому злому языку бандинелло, каковым тот мешает мне кончить моего персея. На эти мои слезные слова герцогиня пожала плечами и сказала мне, право же герцог должен бы все-таки знать, что этот его бандинелло ничего не стоит». Продолжение следует...